Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok А это для тяжелых Ну вот здесь хозчасть для хранения продуктов Тут сухие, а там ледник Аптека Перевязочная, душевая Штабной вагон Будем тут свои собрания проводить Ну а заодно и столовая А это купе Для врачей нашей состава Выбирай Товарищ Простите Я кажется заснул Вы кто? Я Я врач Белов Я из Ленинграда Я еще утром приехал А Николай Витальевич Викевич Хорошо, знакомьтесь Это ваш комиссар А это ваш ночпоезд Данил Фаван Егорыч Белов Очень приятно А валенки зачем? По Показанию Знаете, противоречивые Кто говорит, что выйдут А кто говорит Нет Одна дама вообще сказала Валенок на всю На всю армию не хватит Но они не помешают Они здесь постоянно Не помешают Поезд уже осмотрели Что? Поезд, поезд А, надо Идите сюда Вас как задут Мама Мухина Несите в дальний вагон Идите сюда Вас как задут Катя Катя, держите Только аккуратно Там хрупкая Несите туда Я же просила Осторожно Вы что, не слышите Там стекло? Слушайте, будете на меня орать Вы будете сами носить Куда? В тот вагон Возьмите коробки Возьмите проход Здравия желаю, товарищ комиссар Медсестра общего профиля Сержант Чумакова Прибыла в ваше распоряжение Мне сказали, у вас не до комплекта Кто сказал? Товарищ Потапенко Как вас зовут? Фаина Васильевна Значит, вы воевали? Почти два месяца А если точнее, 49 дней Так хорошо Товарищ Разумовская Юлия Дмитриевна Вот вам помощница Тоже медсестра Объясните ей, что и как Сейчас она вам выдаст обмундирование Халат и все такое А вот это можно Стереть Зачем? Я не губами работала А руками А руки у меня праведные Сестринские Держите Какой комиссар у нас С таким комиссаром Да на поезде Женат? А вы вообще Осознаете Куда вы попали? Конечно Хотя передвижение В войск Военная тайна Куда скажешь Туда и поезд Несите в центральный вагон Только аккуратно Красавчик Здравия желаю Давайте Проходите Зашите 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 Извините Извините Санитарки Есть Девчонки Хорошие Сильные Но хорошо бы еще одно Кухню Хозяйственную часть Сформировал Врачей не хватает Трех единиц Машиниста Не нашел Хирурга нет Ваня А я что могу С ним По дороге Подберешь А машиниста Тоже по дороге Подберу Викса далеко не убирайте Чтоб под рукой были Так это туда И мы от умывальника Клава А где карболка И жидкий формалин Клава Несите инструменты Извините Я вас там не поранил Нет Он меня немножечко предали Прошу прощения Прошу прощения Да-да-да Даже приятно было Очень приятно Пардон Очень приятно Павел Сергеевич Супругов Ухо-горло-нос Ну что же И уши Бывают Но не болят Фима Фима Скоро портящаяся Срочно в ледник Хорошо Все Так Что у нас здесь Раз, два, три, четыре Куда ты? Товарищ комиссар Не мешайте Тут 30 килограмм А раненые все 80 весит Отдавайте Аккуратно Значит тушенку И сгущенку Бензе И до приема раненых Не выдавать Правильно Жесткая экономия Правильно А чем состав кормить? Шонкой На сладкое сахар выдавайте Вот теперь понимаю Вот правильно Правильно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да Николай Викентьевич Сегодня вечером Данилов собирает всех На планерку Хорошо Спасибо Что-то пишете? Это Так Медицинское Тоже хотел всю жизнь писать Многие из врачей Были писателями Чехов Булгаков Я вот как-то Все не соберусь Подъем Шесть часов утра Отбой В двадцать два часа Не считай дежурств Дежурные по вагонам Лично отчитываются Передо мной Либо перед ночпоезду Товарищем Беловым Не допускается Опоздание на дежурство Пьянство Неподчинение Старшему позванию Внеуставные отношения Неаккуратность Нарушение сангигиенических Простите У меня вопрос А что это такое Внеуставные отношения? Отношения Это те отношения Которые мешают Исполнению непосредственных Рабочих обязанностей А если не мешают? Свободное Это стало время Лишь, Чумакова Давайте не будем Вы все прекрасно поняли Просто не надо Хвостом грудить А если крутить То так, чтобы никто Не заметил Товарищ Чумакова Еще один такой вопрос И я вас с поезда Приказом То же самое касается Пьянства И азартных игр За нарушение В 24 часа с поезда Еще вопросы? Свободные Через 15 минут Продолжаем движение Сомневаюсь, что такие как она Я вообще думаю Определенный тип женщины Уже? Да как вы могли? Это не я Оно здесь было Я просто за Марли зашла Не надо, голубушка Его здесь не было Она еще и врет Я не вру Какое вы имеете право? Иван Егорович Принимайте меры Огородникова Испортила аптечный стол И самое главное Она хамит Я просто требую Уважительного отношения к себе С какой это стати? Вы кто такая? Я человек И это не я пролила Ваш чертов йод Огородникова Товарищ Огородникова Во-первых, Юлия Дмитриевна права Вы как младшая по званию Обязаны ей подчиняться Во-вторых Порча оборудования Это... Да не я Это что мне сделать Чтобы вы поверили? Да это я пролила Думала потом татру Это хорошо, что вы признались Все равно, Иван Егорыч Я отказываюсь работать С Огородниковой Категорически Она не знает Что такое субординация Хорошо Я разберусь Идите Будете работать с Ольгой Михайловной Кригеровской Для тяжелых Спасибо Началось Да, женский коллектив Тоже не спит, Иван Игоревич Непривычная обстановка действует Ну почему же непривычная Просто едем в поезде Вот и все Да, вопрос Куда едем? К фронту Товарищ военный врач К фронту Не понимаю Такой поезд Пускать на фронт Это же вредительство Фейна говорит После первой бомбежки Все окна повлетают Это форменное вредительство Иван Егорыч А вы пошлите Молнию наркома Такой прекрасный поезд Гоним под бомбы Защитите Я могу иметь свое мнение Я так же, как и все Еду на верную гибель Как и вы Трусите Не люблю Бессмысленного риска Смерть за родину По-вашему Бессмысленно Да Если по причине Чужого разгильдяйства Да Но пока мы еще не погибли Пойду Пасты проверю Мужчина Извините Простите Простите Я супругов Бавил Сергеевич Врач Вторая полиотередника Вот справка О состоянии здоровья Главврач уже подписал Осталась только ваша подпись Так может нам Послушайте Мне как раз Санитарный поезд Врачей нужен Ну и с радостью Здоровья никак Подлечиться нужно Подлечусь и сразу Сразу в госпиталь на работу Хорошо Павел Сергеевич Оставьте документы И подождите за дверь Да-да Извините Да Извините 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 Значит подлечиться Значит подлечиться хотите Павел Сергеевич Так-так Ну вот На передовой и подлечитесь Минучку Минучку Так Извините Позвольте Товарищ Данилов Все решился С вами в поезде Военком Разрешил Так вы же Что вы Не могу Знаете Черт С этим болезнен Совет замучает Кто вы по специальности Я Лор Лор Это ухо-горло-нос что ли Он сам Ухо-горло-нос что ли Подкиднова А ну-ка Раздай мне тоже Трефикозыри Моя любимая масть Ну что Сразу сдаетесь Ну почему не Костром Ну тогда не плачьте Отличный машинист У нас всех Дизельщиков Обучили Если он такой хороший Что же его до сих пор не взяли Бьет Руки золотые Берите Не пожалеете Михалыч Михалыч А спал и спать можно Я вам не мальчик Михалыч Комиссар пришел Товарищ Данилов Данилов Кравцов Санитарный поезд Людей набирает Пойдешь Пойдешь Победу Да он же вытушен Ну и что Вот они орут Что я в пьяном виде Под колесо попаду Я под колесо Вот за десять лет У нас была хоть одна авария Не было факт Сами удивляемся Ну что Ладно Только запомни У нас в поезде Сухой закон Это понятно Я ведь только одного требую Уважения Мне этого не надо Чтобы Комсомольцы Замечания делали А вот это тебе На погоны Ну что Еще играться Охота Давай Незвецкий За мной Незвецкий 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 Нужна радиоточка. Раненый придет к перевязку, посидит, послушай. Сделаешь. Ой, девочки, ну жарко. Я дверь откройду. А это кто? Муж. Красивый. И хорошо. Почему? Охотница, Мак. Да я шучу. Просто не думала, что у тебя муж есть. Да я сама до сих пор удивляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Кошка. Ты щетку взял? Взял. А ваксу для обуви? Взял. Буду писать тебе каждый день. А ты? Ну что ты делать-то будешь без меня? А я еще не придумала. Так, только давай без романтизма, да, маленький? Не знаю. Я как ты. ГОВОРИТ ПО-УЧИТАНСКИЙ КОСЮЩИЙ СИГНАЛИЗМИИ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вы что здесь делаете? Иду в бойлерную. А вы? Какая бойлерная? Идите спать. Отбой. Обойдемте вместе. Товарищ Чумакова. Я? Я вам приказываю, бросьте этот тон и эти ваши шуточки. Товарищ комиссар. А я не шучу. Я такая, какая есть. Знаете, что означает мое имя? Фаина. В переводе с греческого, сияющая. Фаина Васильевна. Нет. Вы комсомолка? Да. Так вот вам придется забыть все ваши привычки. Идите спать. Ура! 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 Меня зовут Фаина. Ура! Ура! прислал губком. Будем вашу культуру поднимать. А что вы делаете в свободное время? В церковь ходим. До сих пор ходите в церковь? Да по привычке. Клуба-то нет. Безобразие? Эх вы! А еще комсомольцами хотите стать? Стульчика никто не предложит? Спирт. Меняю на полкружки скипидара. Скипидар-то зачем? Радость. Врачебная тайна. Разбавлять один к двуму. Скипидар-то не маленький, а скипидар возьмешь у Незветского. Товарищ Незветский? Да. Вам плохо? Нет, все хорошо. Вам плохо? Я же вижу. Все хорошо. Все пройдет. Пройдет. Артист Самойлов, вам не родственник? Нет, я из Владивостока. Просто вы на него ужасно похожи. Вам никто не говорил? Нет. Значит, я первая. Самойлов, мне сказали, у вас есть скипидар. Доктор, у вас есть какие-нибудь книги по медицине? Хочу почитать. Да, а у меня есть вот справочник лекарственных трав. Потом пирогов. Врач, слышали? Ой, Иван Игорыч, мы же подъезжаем к Ленинграду. Так. Я не могу вас спустить из поезда. А телеграфировать, чтобы она сюда подошла? Времени нет. Вы ведь уже простились. Тем более, использую телеграф для личных нужд. Я ничего не знаю о своем сыне. Я волнуюсь. Мы с ним так плохо расстались. Что-то я не то сказал. Пирожки Лялечкины любимые. Супчик. Ну, давай, объясни теперь и маме, почему ты с нами не едешь. Ну, давай, мы ждем все. Мама еле достала эти путевки. Она, между прочим, думала о тебе, о твоем здоровье. Я уже договорился с друзьями. Это он договорился с друзьями. Значит, друзья тебе дороже, чем мама, чем папа, чем Ляля, сестра твоя. Знаешь что, дорогой мой сынок... Николай! Ну, хватит, хватит. На самом-то деле. Мальчик вырос. У него свои интересы. Я сдам эту путевку. Игоречек, вот тебе косточка мозговая. Очень полезная. Постой, Соня. А почему это Игорю предлагают мозговую косточку? А Ляле не предлагают? Может быть, Ляля тоже хочет мозговую косточку? Ляля, хочешь мозговую косточку? А ну-ка, сядь! Ну-ка, вернись! Ты смотри, ты сестру обрил! Коля! Коля, ну, Николай! Ну, сядь! Ну, ты видел, а? Ну, что ты в самом деле? Ну, ну, с какой-то костью. При чем тут кость? Соня, давай будем откровенны. Наш сын вырос самовлюбленным юнцом, без всякого уважения к людям. А это все потому, что... О, вернулся. Игоречек, а вот твоя косточка! Коля! А что ж ты косточку-то не съел? Ой, Ольга Ивановна, здрасте. Николай Викентьевич, война началась. Ну что, приехали? Куда приехали? Елизаветно. Ленинград бомбят! А, во, бомбят! Ленинград! Ленинград бомбят! Что такое, товарищ? Ленинград бомбят! Ленинград бомбят! Ленинград бомбят! Ленинград бомбят! Ленинград бомбят! А там же... Там же Сонечка! Ленинград бомбят! Я не могу, каждый день есть пшенку, не могу. Спасибо. У вас есть что-нибудь другое? Что дали, то и есть. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте. Нет, ну мы не можем так питаться. Доктор, не у каждого желудок такое вынесет. Зажжал продукты, ясный день. Да, а потом мы удивляемся, откуда на рынках тушенка? Надо просто морду ему набить, тогда будем нормально питаться. Доктор Николай Викенович, Ленинград скоро. Три часа стоим. Три часа. Спасибо. Ой, девочки, извините, я... Да-да-да, конечно. Вот берите, пожалуйста. А-а-а. Ну, куда нас поставили, а? Просто какие-то железнодорожные джунгли. Я вот ленинградец, я здесь никогда не был. Я не понимаю вообще, где мы находимся? Соня! Сонечка, я здесь! Соня! Соня! Ну, идем. Как ты меня нашла-то, а? Ой, ты так, что за фото мы видели нашла. Курочка. Подожди, 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 познакомься. Это Иван Игоревич Данилов. Данилов, очень приятно. Здрасте, Софья. Это моя Сонечка. Я понял, да. Пойдем, я тебе покажу мои купы. Николай Викенович, у вас сорок минут. Это моя Сонечка. Сорок минут. Пойдем, пойдем. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Так, давай, давай. Опа, опа. О, папка идет. Папка идет. О, папка. Иди сюда. Держи. Спасибо. Завтра вместе будем запускать. Не порежь. Обедать будете? Буду. Открывай. Это мне? Сегодня в тресте праздник. Начальство с женами придут. Проведи себя в порядок. Чтобы не хуже других было. О, спасибо. Ой, просите. Ребята! Ребята! Здрасте. Здравствуйте. Выживаемость молодняка 20%. А они кричат, корма плохие. Я им говорю, товарищи дорогие, подчините стойло. Здорово, мужики. Нечем, говорят. Здравствуйте. Ничего не дают, так пойдите в лес, нарубите дозы. Да. Щели хотя бы закройте. Здрасте. Нет, а потому что не свое, совхозное. Всего доброго. Ты в отпуск пойдешь? Я ведь для тебя путевки беру. Кагра или Гурзу. А? Да иди ты со своими отпусками. Ну, Евдокий Семенов, выбирайте. Кагры или Гурзу. Ой, я не знаю, это как Иван Игурыч скажет. Вот и подумайте. Вот и Джек. Я домой пойду, голова болит. Только пришли. Вечно жалуюсь, что никуда не ходим. Вышли, голова заболела. говорит в Н阪. Здравствуйте! Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Мама в обнимку с кастрюлями одичала совсем. Учиться не хочешь. Хоть бы книжку почитала какую. Когда мне учиться, а мне хозяйство одеть, накормить. Все. Учиться. Извините. Учиться. 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 Начальник АХЧ просил передать, а сейчас принятем покушать. Спасибо. Спасибо. Ой, как пить хочется. Прошу. Я сам. Наш начальник АХЧ, он знаешь, чем нас кормит? Чем? Исключительно пшенкой. Исключительно пшенкой. Пшенкой. Тебя ведь не посылают на окопы? Ну, я сама пойду. Ну, я сама пойду. Бьет нас. Сильно бьет наскоре. Пшенка. Да, бьет. Пшенка. Но это пока. Пшенка. Как там Ляля? Игорь? Пшенка. 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 Игоря забрали. Куда? Не знаю. Кажется, в район Пскова. Не могу. Не могу я больше эти сводки слушать. Туся, не надо плакать. Да все. Не надо. Все. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пшонка. Николай Викентьевич, поступила телефонограмма, приказы штаба, выдвигаемся по направлению к Пскову. Псков. Это хорошо. У меня там сын, Игорь. Это хорошо. Пойдемте. Группное танковое сражение, в котором с советской стороны участвовало около ста танков, а со стороны противника не менее 250. Противнику был нанесен ощутимый урон. Он потерял несколько десятков танков и бронемашин. И еще несколько машин было уничтожено в непосредственной близости от Пскова, возле реки Черехи. А я слышал, что наши отступают и отступают. Это временно. Я уверен. И еще одно очень важное сообщение, товарищи. Приказом военно-санитарного управления наш состав полным ходом движется туда, где героически сражаются наши солдаты. Поэтому прошу всех быть максимально готовыми к исполнению своих непосредственных обязанностей. Началось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не понял? Геморрой. А... Ну я... Врач УКОГОРЛОНОС. А это... Извините. Да. В другой части тела. Да. Женя! 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 Чем это пахнет? Вы что делаете? Юля Дмитриевна, не волнуйтесь. Все хорошо. Вспомнила. Саша, скипидар, воск, вазелин. Потрясающий рецепт. Какой рецепт? Туст для ресниц. Вазелин, сажа, скипидар и воск. Представляете? Фаина Васильевна, вы на прогулке? Или на войне? Юля Дмитриевна, а кто знает, как правильно жить? Ой. Видали? Отступают. А мы едем туда, откуда они бегут. Почему вы решили, что это отступление? Может, это обычная переброска войск? Мы не можем знать такие вещи. Мы знаем. Мы знаем, что нас бьют. Я просто сказала, что это может быть переброска, а не отступление. Кстати, Низветского не видели? Нет. Не могу найти. Я его сгоряча обидел. Представляете? У бедолаги геморрой. Надо сделать ему укол пантопона. И мед. Мед. Свечи из меда помогают. Очень мучительная болезнь, между прочим. Я скажу товарищу Данилу, чтобы он закупил как можно больше меда. Это важно. Нам всем пригодится. Наш поезд просто собрание стариков и коллег. Меня вы тоже причисляете? Вас на коем случае. Я тоже считаю, что в нашем поезде собрались самые красивые женщины. Горячо, осторожно. Во мне течет греческая кровь. 25 процентов. Мой дед был грек Киприот. Черт знает что. Я не могу больше есть пшенку. Вы понимаете? Я не могу больше есть пшенку. Это издевательство. Согласен. А где Соболь? Я ему морду набью. Соболь, выходи. Мы все равно тебя найдем. И зажарим твою соболетину. Бывают же обстоятельства. Товарищ Назятский. С вашим диагнозом пшенка не самый лучший продукт. Товарищи. Между нами Соболь здесь совершенно ни при чем. Это приказ товарища Данила. Может быть, Николай Викентьевич наконец расскажет Ивану Егорычу? У вас ведь тоже есть полномочия? А нет, я боюсь есть основания. Иными словами, вы просто боитесь. Вы же начальник поезда. Я не отвечаю за рацион. А за что вы вообще отвечаете? Кто-то чем-то недоволен. Есть недовольные. Меня нельзя одни пшеном кормить. У меня манометры, котлы, напряжение. Я вообще могу из-за вашего рациона под откос поезд пустить. С таким рационом. Я вам не голубь. Иван Егорыч, я понимаю экономия, но нельзя экономить на людях. Вы понимаете опасность скудного рациона? Я понимаю. Неизвестно, сколько будем стоять. Неизвестно, сколько будет раненых. Потерпите! Мы не в самом плохом положении. Мы в детдоме каши с тараканами ели. Ничего. В Саратове в голод. Люди людей ели. Давайте вспомним. Посмотрите. Посмотрите на эти деревья. Может быть мы их видим в последний раз. Морщать! Предупреждаю. Трусы, паникеры и саботажники будут мною лично переданы военному трибуналу. А в боевых условиях расстреляны на месте. Я пошутил. И шутники тоже. Иван Егорыч, хотите сделать ампутацию? Трепанацию, операцию. Павел Сергеевич не военный. Он человек мирной профессии. Ему все это непривычно. Не надо кричать на людей. Оно удивительное. 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 Ну не проходит же это делать. Ну, знайте. Да, да. Я их понимаю по поводу рациона. Ну, правда. Ну, скудный рацион. Николай Евгеньевич, а вы понимаете, что будет, если все начнут обсуждать приказы командира? Я не обсуждаю. Ни в коем мере. Так. Надо, окна закрыть. прокоптим все белье так воин васильна так распорядитесь закрыть все окна а то мы прокоптим белье окна окна закрыть все не главе кинч окна вылетят при первом же разрыве агнитесь то была фаина товарищ соболь шутка повторяется придумать что-нибудь ну новенькое жмот ну здрасте фаина васильевна вы почему себе позволяете такой тон какой то в разговоре с начальником поезд называете его распоряжение глупостями если вы забыли устав я напомню а окна они и правда вылетят и в вашем любимом вагоне аптеки окна надо открыть я прекрасно помню устав я не новичок но товарищ даниил я прежде всего женщина так ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Живы! Уносите! Уносите скорее! Уходить надо! Взяли! Взяли! Понесли! Взяли! Как же это все рассыпалось! Товарищ Соболь! У меня к вам будет просьба. Это приказ. Приготовьте сегодня ужин на 120-220 человек. Сегодня будет много, много раненых сегодняшнего дня. Подождите, только, только вы приготовьте не вот это вот ваше, а приготовьте не вот это вот, а сделайте манную кашу, сладкую, с вареньем, потом кофе, чтобы было, печенье, маргарин. Маргарин, маргарин? Да, 50 грамм. Все. Так, я ничего не забыл. Нет. Не-не-не, все. Он собирается. А-а-а, я вам позже скажу, сколько будет точно народу. Хорошо. Сюда все, быстро! Быстро! Нож, 50 грамм на 120, 50 грамм на 120, 50 грамм на 120, 6 тысяч. Значит, готовим ужин на 200, не на 150 человек. Так, а маргарин? Маргарин, пусть лежит, где лежал. До возвращения, Иван Игоревич. Все, пошли. Пошли, работай. Чуть-чуть. Юра Дмитриевна! Юра Дмитриевна! Что здесь? Режьте сапог. Чего ты? Режь! Скажу тебе незначительное дело. Даже кость не задета. Режь! Дверь! Дверь придержите там, куда все прок. Так, так, так. Все готово. Не мешайте вы, доктор. И так тесно. Спасибо, мама наша. Все хорошо будет. Потерпи. Ольга Михайловна! Пинты! Юра Дмитриевна, что у вас? Не мешайте, пожалуйста. Ольга Михайловна, воды! Кто просил? Кто воды просил? Бас! Серый, бас! Дай бас! Серый! Серый, дай бас! Серый, бас! Бас! Серый! Держите его! Серый, бас! Серый, бас! Бас! Серый, бас! КОНЕЦ Доктор, четырнадцатый вагон горит! Раненые! Раненые в вагоне есть! Да нет, там никого! Там Динамо, товарищ Белов! Нужна вода! Давайте в воду лейте! Лейте в воду! Нужны пожарные! Наши танцы должны быть пожарные! Надо вызвать пожарных! Да какие пожарные! Отцеплять надо! Отцеплять! Отцепляем вагон! Рана, помощь нужна как специалист! Вагончик отцеплять надо! Матери своей вели отцеплять под бомбами! Там раненые! Стой вагонов погибла я тебе! Что? Твой отцеплять должен! Отцепляй! Я сказал отцепляй! Слуха! 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 Сколько же сюда! Отцепляй! 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 Что вы стоите? Лейте в воду еще! Еще воды! Мальчиков! Украшение! 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 Павел Сергеевич, вы в порядке? Проверяйте. Кто живой? Кто живой? Кто живой? Супруга! Супруга! Проверяйте. 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 Павел Сергеевич, что вы делаете? Огородникова! Вы опять ворон ловите! Займитесь делом! Пойдемте. Проверяйте. 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 Огородникова! Проверяйте. Лена! Здесь, товарищ Занилов! Я здесь! Уходи! Вы как? Супругов, вы как? Павел Сергеевич, спасибо! Повязки! Санитары! Надо надеть! Потом уходить надо! Все. Все, не могу больше. Доктор, я вас провожу. Я тоже не могу. Пойду хоть переоденеться. Мне уже тошнит от вида крови. Я тоже пойду. Пойду. Врача пропустили! Чистое белье это сегодня выстирать. Соболи передайте, пусть завтрак подает. Но еще никто не завтракал. Я сутки не ел. Людей из-под завала доставал. Быстро передам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Тёплая. Павел Сергеевич. Павел Сергеевич, пожалуйста. Павел Сергеевич. Тихо. Павел Сергеевич. Я здесь. Павел Сергеевич. Ольга Михайловна просыпается. Я иклю. Юлия Дмитриевна, где? Ольга Михайловна просыпается. Николай Викентьевич, спали? Спал. А Юль Дмитриевна не спала? Надо спать. Идите. Надо работать. Не сбивайте. Я вас сменю. Идите. Идите, идите. Ну. Спать, 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 спать. Все хорошо. Иди. Нужно чашку какавовы или чай. Да, идите, выпейте. Сейчас. Это приказ. Вы не имеете права не подчиняться. Сейчас. Идите. Пожалуйста, чай, Павел Сергеевич. Чудеса. Жизнь становится менее обременительной. Сгущеночки там нет? Велено не давать. Для меня. Сейчас принесу. Дайте мне чего-нибудь. Чаю. Крепкого чаю. Может, кофе? Кофе. Угу. У нас есть кофе. Юлия Дмитриевна, дорогая, если б вы знали, как я рад вас всех видеть. Раненых все больше. Куда мы их всех денем? Кстати, бомбить перестали. Может, отбили? Сегодня ночью думал, что больше никого не увижу. Вагон, поезд. Вас вспоминал. Думал, вот так вот сядем с вами вместе. Поговорим, выпьем. Крепкого чая. Да, странное существо человек. Привыкает быстро ко всем ограничениям. Вообще, возможно, с человеческой психики не ограничена. Привыкает ко всему. К бомбам. К смерти. Ко всему. Может, аккумулятор сел? Я проверял. Все нормально. Вы еще раз попробуйте. Рябина, рябина. Я Бурлак. Я Бурлак. Прием. Это что такое? Товарищ Данилов, тут дети, а это и даже года нет. Вы понимаете, что это поезд для раненых бойцов Красной Армии, а не для гражданских? А что если комиссия? Вы представляете, что с нами будет? Что с ними будет? Все ваши комиссии глубоковы. Сержант Чумаков, а что за разговоры? Я не буду их выгонять. Давайте сами. Давайте, давайте. Возьмите. И так и скажите вашей комиссии. Передайте Соболю, что я разрешил накормить. Ну-ка, голубчик, ну-ка покажись. Так, ну-ка, моргни глазами. Моргни. Сейчас, сейчас посиди. Так, идите сюда. Идите сюда. Вот сюда можно положить еще один матрас. Ну-ка, бойцы, подвиньтесь. Так, здесь двое, двое. Вот сюда можно. Сюда, ну-ка. А столовая-то где теперь будет? Да вы работайте, столовая вам. Иди сюда. Ну-ка, голубчик. Иди ко мне. Доктор. Вот так. Николай Викене. Давай, давай. Куда вы раненых, на пол? По инструкции мне положено. А на улице под бомбами положено по вашим инструкциям? Пойдемте со мной. Надя! Еще десять человек можно. В столовую сюда. Иван Егорыч, вам бы отдохнуть. Вы же не спали совсем, а? Почему по два человека? Надо 15 минут поспать и все. Почему по два человека на одной кровати? Иван Егорыч, это все легкие ранения. Мы потом это переспределим. Гражданки, что здесь делать? Вы откуда? Вот-вот, из лохни я. Немец нашу улицу раздолбил снарядами. Наши утекли, а мне осколок в лоб попал. Не бросать же его в городе. Немцы, понимаете, в немцы. Вот идут они, вон они, вон. Мы всех гражданских высадим на ближайшие станции. Мать пишет, управдом дровь не дает. Весенние нормы у них. А у нас там трое сопляков по лавкам. Лен, ну ладно тебе. Подумаешь, не пишет. Напишет. А не напишет, черт с ним. Мужикам вообще верить нельзя. Ты-то откуда знаешь? Опыт, дорогая. Опыт. Расписаться успели? Нет. А ты чем думаешь? Без бумажки ты никто. А с бумажкой вдова-солдат. Плюс поем. Замолчи. Любишь говорить то, чего не знаешь. Вот зачем они это делают? Нельзя им, не продавайте. Нельзя им, понимаете? У тебя диета. Нельзя. Нельзя. А я хочу пирожок. Давайте. Залезли. Давай, давай, давай. Пирожок. Нельзя им это есть. А ну-ка, зашли все в поезд, быстро. Опять Фаини попадет. Ай, пусть. Терпеть ее не могу. Ты видела, как ее не упрямляет? С кружевами. А кому вот это показывать? Кто это увидит? Развратная. И Данилов, и Данилов ей замечаний не делает. К нам ко всем придирается, а она, видите ли, на особым положении. Перестань. Данилов женатый человек. Ты наивная, как я не знаю кто. Ну и что, что женатый? Он жене свои писем не пишет. Да ты одна ничего не замечаешь. Комиссар наш пылился. Комиссар наш пылился. Подоболивание состоит только в умении, и все. Николай Викентьевич, что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы меня поддержали. Юля Дмитриевна, она прекрасный специалист, но она не врач. А в последнее время она слишком много на себя берет. Хирурги ослушаются во всем, а это неправильно. Откройте! Юлия Дмитриевна, откройте! 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 Фаина Васильевна, Фаина Васильевна, Фаина Васильевна! Фаина Васильевна, я вас прошу, гомониты своих трахеатомиков, они приносили в вагон, спирт и папиросы. Я понимаю, вам, конечно, некогда, но какой персонал? Такие и больные! Так, копейка! Пирогов объели! Все! Надоело! Я слышу, ты все, все, все расскажу Данилову! Все! Черт, кто кем? Надоело! Ну все! Ивашкин, давай заказывай мне венок на могилу. Я сейчас тебе такое промывание устрою. Внукам рассказывать будешь? И еще одно сообщение, очень важное, товарищи. Приказом санитарного управления наш поезд для перевозки раненых из прифронтовых госпиталей в тыловые переводится в тыл. Еще вопросы? У меня вопросы. Довольте мне к вам, пожалуйста. У меня вопрос по состоянию ухода за легкоранеными в вагоне номер 10. Товарищи, так нельзя? Надо что-то делать? Только за вчерашний день у нас произошло два ЧП. Больные. Объелись пирогами. У двух началось острое расстройство стула. Еще у одного рвота. А потом в мой вагон двое больных с трахеотомией Сушков и Милконя пронесли спирт, папирос, вставили Антонову папиросу в рот. Налили туда спирт и подожди. Красок. Так, товарищи, а что здесь смешного? Между прочим, Антонов после тяжелейшей трепанации. Хорошо, что я вовремя все это заметила. А происходит это только по одной причине. Потому что некоторые, которые должны следить за своими больными, вот позволяют тут совершать такие прогулки. Ольга Михайловна, извините. Некоторые, это должно быть я. Нет, я все-таки схожу, извините. Очень легко следить за тяжелоранеными после трепанации и ампутации. А у меня каждый груженый рейс. Целый вагон, не тяжелых, да. Нормальных, здоровых мужиков. Которые хотят пить, курить, с поезда сбегать. Дело надо делать и меньше с собой заниматься, и вот это вот тюрбаны на голове накручивать. Товарищи, конечно, есть правила, которые нужно исполнять. Но есть и исключения из правил. Когда раненый выздоравливает, у него совершенно меняется мировосприятие. Состояние эйфории, это сродни действия опиума, алкогольного объединения. Товарищ кричит все его существо. Я жив. И поэтому он идет и покупает тебе папиросы. Именно, Ольга Михайловна, именно. Он делает все, что дозволено здоровому человеку. И даже больше. Ему кажется, что он бессмертен, что он неуязвим. А теперь посчитайте. Полный вагон практически здоровых мужиков. Под ответственностью одной хрупкой женщины. Анастасия, несмотря на то, что Юлия Дмитриевна неожиданно выступила в вашу защиту, что я бы вас все-таки попросил привести себя в более уместное состояние. На самом деле, зачем это все? Прически, ресницы, помада. Неужели нельзя без этого? А так и не поняли. Вы не понимаете? Чего? Это все ради вас. А вы так ничего и не поняли. Ради вас я стою каждый день на полчаса раньше, чтобы привести себя в порядок, потому что я хочу вам понравиться. Я очень хочу вам понравиться. А это очень глупо, потому что вам не нравятся такие женщины, как и Адам. Вам нравятся женщины мыши с ночью устава, а я не такая. Я просто женщина, и я ее останусь даже если меня разорвет на тысячу кусков. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Данилов очень прав Я думаю, что он с достоинством оценит профессиональные качества Фаины Васильевны. ДимаTorzok 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 А этот супругов такой непростой мужик, да? Мне кажется, мужчины без этого вообще не могут, им всегда нужно быть первыми, а не просто соперничать. Мне кажется, Павел Сергеевич слишком интеллигентен, чтобы с кем-то там соперничать. Павел Сергеевич… Павел Васильевна, давайте спать. Павел Сергеевич… Юленька, Юленька, что ты делаешь? Мам, я просто пытаюсь понять. Мы с папой красивые. Леня у нас красивый, и Дима. А я в кого? Мы тебя с папой очень любим. Павел Сергеевич… Павел Сергеевич… Павел Сергеевич, здесь нельзя. Павел Сергеевич, Юлия Дмитриевна… . — Чего не разбудила? — Жалко было, завтракать будете? Да, перекусил бы. Сынок, подожди. Граждане и гражданки Советского Союза, товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу. Это? Мачта. А это? Пару. Это? Нос. А вот это корма. Бань. А вот это? Там Молотов говорит. Война началась. Хорошее утро. Хорошее утро. Муж пишет? Иван Егорыч, а можно вопрос? Можно. Они говорят, у вас роман с Фаиной. Это что, правда, что ли? Нет, неправда. Вот люди не любят людей. А вы, Иван Егорыч, вот вы человек. Хотела бы я, чтобы мой отец был такой же. К каждому свое. Да. Мой отец был торговец бараниной на рынке. А мы приходили с мамой. Он давал кусок баранины и говорил, откуда мне знать, чей это ребенок? С тех пор не люблю баранину. Лен. Он обязательно напишет. Обязательно. Война. Сама понимаешь. А ты... Не переживай. Пошла тебе. Майя, что ли? Отстань. Отстань, я сказала. Убери руки. Я сейчас милицию позову. Тут нельзя. Кофту порвешь. Старшие есть? Ну, я. Мне бригадир нужен. Или начальник депо. А вы кто такой? Я комиссар санитарного поезда. На запасном стоит. Вагон надо починить. Хотел мужиков ваших попросить. Документы покажите. Ты один, что ли? Нет, почему? Есть еще Нина Павловна. А что нужно-то? Да ничего. А ты откуда? Да вот, проникла тут. Гоним ее, гоним. А она как будто слов не понимает. Мне спать негде. В детдом иди. Да ну вас всех. В лесу идут жить. Землянку выру. Стой. Как тебя зовут? Василиса Петровна. Откуда ты? Хутор Петряев. Спалили. Мать, отец? Мамы, папы нет. Пропустите. Это кто это у нас тут? Знакомьтесь, Василиса Петровна. Можно просто Василиса. Лет сколько тебе? Семнадцать. А немцам сколько говорила? Тринадцать. Чтоб в Германию не угнали. Вот молодец. Это уже правда. Иван Егорович. Вы же не собираетесь ее оставить в поезде? За девочкой нужен уход. Ее надо в детский дом отдать. Там ей будет лучше. А вы там что, были? Вы знаете? Вы знаете? Так, вы не спорьте, пожалуйста. Юлия Дмитриевна медик с большим опытом и стажем. Она знает, что говорит. Извините. 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 Простите. Извините. Я, конечно, все понимаю, но на нее же нужно отдельное пропитание. А по какой графе я это все проведу? Никто никого не оставляет. По близости нет подходящего учреждения. При первой возможности. Я в детдом не пойду. О! Там старшие мальчика одного. Вверх ногами подвесили. Так он висел, висел и уписался. Так, хватит тут ужасы рассказывать. Иван Егорыч, ну вы же понимаете, что у нас поезд для раненых, а не для детей. А потом, ну, ну куда мы ее поселим? Да у дяди Саши. У него и тепло, и кровать он может сделать. Давайте я поговорю. Хорошо. Да. Клава, отведите девочку в душ. А с кочегаром я сам поговорю. Я отведу. Я помогу. Волосы стричь не дам. Хорошо, хорошо. Будешь кричать, точно пострижу. Тут полный поезд раненых. А она орел. Это тебе не печка, котел. Знаешь, сколько тут давления? Тут с умом надо. У меня по всем предметам пятерки. Я очень умная. А по поведению? Неут. Я одному мальчику кирпичом в губу попала. Он обзывался. А чайный ты товарищ. На-ка. Бери лопату. Кидай. Ты поглубже кидай, поглубже. Пассажиры у нас непростые. Тепло любят. Ну-ка, стой. Дядь Саш, а почему ты хромой? Да, по пьяной лавочке. Тело наберег. Человек дурак. У меня тоже папка по праздникам пил. Как выпьет, добрый становится. И песню поет. Я его пьяным очень любила. А у тебя жена есть? Была. И дочке было. Поезд вывел к отцу. Поехала, разбомбила. Ну-ка, давай еще раз. Черный ворон, Что ж ты бьешься Над моею головой? Где? У Холодкова 39,1 держится. Только уснул. Так. Разрыв уретры. Пункция. А высокое сечение мочевого пузыря не стали делать? Нет необходимости. Ну, как ж так, батенька. Ну, вот я простой терапевт. Ну, в таких случаях. Но вы же хирург. Мы советовались. С коллегами. С Юлией Дмитриевной. Я не врач. Я просто медицинская сестра. Надо делать, давайте делать. Для чего эти споры? Стоять! Чем это вы тут занимаетесь? Так. Стоять! Чем это вы тут занимаетесь? Так. Угу. Спасибо. Такое дело. Новогаин заканчивается с тритоцида на два дня. Рибанол, фурацелин, йод, перекись водорода. Я в курсе. Хорошо. Антисептики, перевязочный материал. Хорошо. Хорошо. Я сделаю. Вы когда заказываете, просите больше. Сколько по норме положено, столько и возьму. Но нормы далеки от реальности. А давайте сделаем так. Давайте оставим в списках несколько человек. Так нас не урежут в лекарствах. Только до следующей станции, потом вычеркнем. Мы же не для себя стараемся. А если будут проверять, хотя я не думаю, кому это нужно, мы все возьмем из себя. Ну или скажем, ошиблись. Да? Да. Иван Егорович, мы просто предлагаем найти выход из тупика. или завтра нам придется затыкать раны грязными тряпками, или лечить заговорами. Ну то, что Фаина Васильевна склонна к авантюрам, это я уже понял. Но вы-то, коммунистка, предлагаете мне подлог. Фаина Васильевна, идите отсюда. Юлия Дмитриевна, в последнее время общаюсь с вами. Я все время чувствую себя виноватым. У меня ощущение, что не вы у меня, а я у вас в подчинении. Это субъективное ощущение. Вы просто не знаете всех тонкостей нашей работы. Я понимаю одно, что вы и с доктором Беловым разговариваете безобразно, и со мною. У вас безобразный тон. Вы отличный специалист. Но незаменимых у нас нет. Помните об этом. Я запомнила. Идите. Подумайте о медикаментах, пожалуйста. Да, и по поводу девочки. Я договорилась, фельдшеры отвезут ее в детдом. Идите. Юлия Дмитриевна, Иван Горч, есть решение вопроса. Слушайте, гениально. Давайте впишем в журнал учета раненых еще десять человек. Хорошо. Восемь. Пять. Давайте трех. Да. Так мы далеко не уедем. Иван Игоревич, нам для нормальной работы необходим по достаточному количеству амидопирин, анальгин, стриптаций. Фурцелин, антисептик. Потом перевязочный материал. А что ты мне в Ваньку-то валяешь? Он говорит, не брал, филе гавилая. Угля была куча, вот. Осталось, вот. Ты же вчера приехал на санитарную. Вот сейчас вы на запасном стоите. О, Иван Егорыч. Здравия желаю. Я же просил без самодеятельности. Вы мне уж, пожалуйста, расскажите, почему твой архаровец наш уголь тынет, а? Я сам по себе. Я инвалид. Да он правда инвалид. У меня справка есть. Там все написано. Он за свои действия не отвечает. Значит, биполярное расстройство, что такое? Вроде как психоз. Ему все время кажется, что угля не хватает. А у нас угля, вот. Спасибо вам. Мы по норме все получаем. Уважаемые товарищи. Вот посмотрите на них. Хорошо устроились? Вопрос. Кто мне мой уголь вернет, а? Откуда ты знаешь, кого мы везем? Интересно. Давайте все послушаем. И кого? Может, твоего сына. Чтобы я больше этого не видел. Как тебе это вообще в голову могло прийти? На то, что нам дали, мы вообще никуда не уедем. Раненых поморозим. То есть это происходит с самого начала? Молодцы. Молодец. Егорыч, ты с облака слезай иногда. Немцы в село зашли. Мы все в сарай попрятались. А они на мотоциклах здоровенные. Нихт-нихт. Девочка. Ком-ком. Их бин цук, ай батунг. Волензы бита. Шнелли, шнелли. Васька здесь? Там Данила с фельдшерами. В дедом хотят ее отправить. Прячься давай. Ботинки, ботинки убери. Сейчас. Да, сейчас. Сейчас. Да, да. Васька здесь? Нет. Так. Почему беспорядок в купе? Так шкафчиков недостаточно. И я. Что это за куча? Это наше белье грязное. Стирку собираем. Уберите все, пожалуйста. Ваську найдете ко мне? Угу. Влезай. Ну что, Василиса, теперь ты на нелегальном положении. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Иди. Так. Так. Садись. Ты здесь ничего не трогай, Юля Дмитриевна. Берегись. Ну, хватит. Всё. Тихо, тихо. Пал сам нечем. Я прошу вас. Всё, всё, всё. Что? Всё, хватит. Всё, хватит. Хватит. Тебе же нравится, я же вижу. Ну, иди ко мне, хорошая моя девочка. Люблю-люблю-люблю тебя, люблю-люблю. Раз любите, женитесь. Что-то мог к собаке, честное слово. Женюсь, женюсь, конечно. Вы уже обещали. Значит так, или в ближайшем пункте мы подаём заявление, или я всем скажу. Что? Я хочу, чтобы всё как-то по-человечески было. По-человечески. Ты что, дура совсем? За аморалку вас посадят. Ой. А ты, хорошая моя девочка, у солдат Красной Армии воруешь с гущёнку. И ты за это сядешь. И ты, хорошая моя девочка, у солдат Красной Армии. Надо всё сказать. Я тебя очень прошу, никому не говори. Слышишь? Меня посадят. Понимаешь? Фу. И как ты с ним целовалась. Да тебе этого ещё не понять. Я его люблю. Это я как раз понимаю. У нас в селе одна девушка по любви утонула. Так она потом вся синяя и распухшая стала паром являться. Так что любовь — это прям ужас. Так что любовь — это прям ужас. Браво за Фаину Васильевну. Ура! 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 Держи. Держи. А у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Присоединяйтесь. Работы ведь сейчас немного. Мы отдыхаем. Мы отдыхаем. Отдыхать будете после войны. А вы, товарищ, сержант, своими штучками, помадами, музычкой, пошлядскими причесочками развратили мне уже весь поезд. А ну-ка, дыхните. Что? Вы прекрасно слышали, что я вам сказал. Вы пьяны. Да. Я выпила два глотка в свой день рождения. Мы здесь все выпили. Давайте все подышим. Странный вы человек, товарищ Данилов. Для вас важны только ваши ровные отчеты, которые вы чертите своими бессонными ночами. Гоните нас всех и останетесь один. Всем присутствующим выговор. А сержанту Чумаковой с занесением в личное дело. Сухоедов, стол сжечь. Субтитры создавал DimaTorzok Фаина Васильевна, Фаина Васильевна, Фаина Васильевна, перестаньте, Фаина Васильевна, подождите, Фаина Васильевна, стойте, стойте, прошу вас. Отойдите от меня. Вы не берите близок к сердцу. Отойдите от меня. Отойдите от меня! Отойдите от меня! Пишите. Пишите. Можно? Присаживайтесь. Иван Игоревич, что такое приказ, я знаю. Сжечь бульярный стол дело 15 минут. Вопрос, зачем? Ну, посудите сами. Кино нет. Книги люди давно уже все перечитали. Никакого досуга. Досуга? А вообще в курсе, что война идет? Ну, мы уже поняли, что вы человек особенный. И даже в чем-то железный. Но не всем же героем это быть. Героизм в нашей стране это естественная функция людей. Ваша функция. Моя функция. Нет. Знаете, Иван Игоревич, вы мне никогда не докажете, что героизм это естественная функция. героизм это красота человеческая, это взлет человеческого духа и не всякий способен на героизм. К нему, если хотите, талант может. Николай Николай Игоревич, Иван Игоревич, что со столом? На дрова? Делайте, что хотите. Спасибо. На этой войне, доктор, такие таланты вырастут. Мир ахнет. Это вы упрощаете вопрос. У нас в стране 200 миллионов народу и что, 200 миллионов героев? Возможно. 200 миллионов минус один. Из меня герои не уйдет. Минус два, еще супругов. Все, надоело. Стыдно. Стыдно. Я уже письмо в ЦК написал. На фронт хочу. Там люди кровь проливают. А у нас здесь досуг. Понимаю, что все немного устали от недостаточной нагрузки. Но скоро будет новая партия раненых. Работы будет много. Пока предлагаю оставшееся время потратить на всем нам полезное и нужное дело и своими силами отремонтировать сгоревший вагон. Вот кто-то жалуется, что мало у нас досуга. Люди скучают. Так вот я считаю, что лучший способ борьбы со скукой это общественно полезный труд. Согласны? Ну, в общем, конечно, да. Извините. Так, разрешите? У меня, товарищи, лично возникают большие сомнения по поводу такой необдуманной постановки вопроса. Подобная инициатива вещь, конечно, хорошая. Начальству, опять-таки, понравится. Ну, не слишком ли мы сильно нагружаем наших людей? Всему есть свое время и место, товарищи. Ни для кого не секрет, что во время перегруженных рейсов мы все работаем на износ. Они должны когда-нибудь отдыхать? Я вас правильно понял. Все отказываются. Я не отказываюсь. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы отремонтировать вагон и прошу поднять руки. Опустите. А вы, доктор, за или против? Я воздержался. Я не умею ремонтировать вагоны. Дорогие мои девочки, я человек одинокий, семья у меня не сложилась, а сейчас я думаю, что вы все и есть моя семья. пан Сергеич. Пан Сергеич. Пан Сергеич. Девочки. Пан Сергеич, вы, как вы ему ответили? Как он весь позеленел? А зачем нам отдыхать? Соболь будет рад. А в туалет окончание сорок пять секунд. А в городе, знаете, кино идет. С каточником. Я вижу, Витя. Обожаю карточникова. Давайте пойдем, у нас три часа свободного дня. Карринич не отпустит. Так. Идите. Я вас прикрою. Кто? Кто? Все, пойдемте. Пойдемте. Нет, нет, мне надо к собранию подготовить. Пойдемте. Павел Сергеевич, вы мне книгу обещали. Да, 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 я занесу. Идемте. Все. Вот, послушайте. Я хотела с вами обсудить. У Ленина в философских тетрадях. Неголое отрицание, незряшное отрицание, нескептическое отрицание, колебание, сомнение, характерно и, несомненно, существенно в диалектике, которое, несомненно, содержит в себе элемент отрицания. И при том, как важнейший свой элемент отрицание, как момент связи, как момент развития с удержанием положительного. Вы понимаете, какая глубокая мысль? Юлия Дмитриевна, скажите, а вам правда это интересно? Конечно. А вам нет? Я хочу с вами быть честным. Мне это совершенно неинтересно. Я понимаю, что мое высказывание вызовет вас ужас. Более того, вам это тоже неинтересно. Вы ошибаетесь. Юлия Дмитриевна, давайте сбежим в кино. нет, я не могу. Решайте. Извините, нет. Недостатки у человека как бы являются продолжением его достоинств. Но если достоинства продолжаются больше, чем надо, обнаруживаться не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает Леля. Свершились милые надежды, любви готовятся дары. Читай, читай. Свершились милые надежды, любви готовятся дары, падут ревнивые одежды на цереградские ковры. Вы слышите влюбленный шепот и поцелуй в сладкий звук, и прерывающийся ропот последней робости супруг в восторге чувствует заранее. Данилов. Я опоздал. Дань, ты чего? Я же отменила репетицию. Ты же мокрый. Иди сюда. Снимай куртку. Сейчас будем чай пить. Морби. Ты же мокрый. Граedu. Я изминалась. Снемай куртку. Я иду, пот 썰 time. Я инстинерado. Ну, пей. Согревайся. Ты знаешь, как погиб Титаник? Нет. Титаник... Титаник был... Титаник был огромным кораблем. Титаник был самый большой и самый современный. У него на борту можно было увидеть очень много знаменитых людей и богатых. Георгия Дмитриевна, в чем дело? Где все? Через полчаса отправка. Они скоро вернутся. Георгия Дмитриевна, в чем дело? Ну, что ж... Ну, поймите, что я не могу его больше прятать по поводу. Вы... Вы вас не можете... Только вы можете повлиять на него. Ну, поймите, что я не хочу... Свет. 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 Иван Игоревич, вы понимаете... А вам не Иван Игоревич. Я комиссар поезда. И я вам обещаю крупные неприятности. Идите. Крупные неприятности. Крупные неприятности. Крупные неприятности. Крупные неприятности. holdさん. Продолжение следует... 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 Дай-ка ящик с бастями. Давай, давай. Давай, давай. Лен. Хорошо. Давай. 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 Здрасьте. 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 Повините, давай. Ну, вот и материалы нашлись. Доктор нашел. Танюк, какой толщины доска? На глазок, а? Тридцать пятка. Сороковка. – Тридцать пятка. – Спорим? Сороковка. Ну что, комиссар, пойдешь ко мне в ученики или побаиваешься? Тебя, что ли? Ну, бери инструмент. Коснадер есть? Ну-ка, держи, Иван Егорычева. Гвозди нужны? Гвозди Ребята, давай легчи! Я нашел, нашел! Там цистерна, цистерна, старая. Стоит, ее показывать нужно для воды. Эй! Эй! Вот, 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 вот! Держи, держи, держи! Вернай! Дядечка, дядечка. Что? Что? Тихо, дядечка, не волнуйтесь, у вас кровь. Дядь Джень, зови их, там дядька кровит. Ой, голубчик, добрый молодец идет. Тони, сизань, ой, голубчик, добрый молодец идет. Значит, ты сама сделала перевязку? Я в школе самая лучшая санитарка была. Показывали. Я дам на тебя приказ. Ты молодец. А как она здесь оказалась? Товарищ Данилов, я все равно из детдома сбегу. Я вас предупреждаю. Так, что это ты тут варишь? Столярный клей для дяди Саши. Раненого после перевязки одеть сможешь? Смогу. Но надо осторожно, чтобы не больно было. И быстро, потому что другие ждут. Я смогу быстро. Ох ты какая. Руки. Руки. Береги. Это автоклав. Здесь стерилизуют инструменты. А это, это биксы. Здесь хранят стерильные инструменты. Биксы. А это операционный стол. Здесь должен быть порядок, и все должно быть стерильно. Руками не трогать. Руки – это собиратели и разносчики инфекции. А инфекция – это зараза. Сами трогаете. Это лоток. Сюда мы и бросаем использованные инструменты. Лоток. Это питьевая вода. Кружки. А теперь повтори. Пикс, питьевая вода, кружки, автоклав, операционный стол, лотки. Инфекция – это? Зараза. Молодец, Василиса. Ну все, на сегодня хватит. Завтра приходи. Ученица? У вас много времени. Мы должны учить молодежь. Удивительно способная девочка. Если ею хорошо заняться, из нее будет толк. Взялись бы лучше за меня. Я смышленый. Опять шутите? Нет. Раненых привезли. Наконец-то. Простите. Николон, ты сам идти можешь? Слышишь? Вот второй лагон. Куда иди. Что здесь происходит? Так, его в тяжелую, в операционную. Ребята, а книги в поезде есть? Читайте мне уже. Ампутация. Делаем местную анестезию, это гораздо безопаснее. Это риск. Полного обезболивания не будет. Простите. Если придет в сознание, может умереть от шока. Ну, это вопрос умения. Вот именно. Юлия Дмитриевна, я понимаю вашу иронию. Да, я терапевт, но все-таки кое-что я знаю. Профессор Скудеревский... Да бросьте вы с вашим профессором! Ну что вы как чешская душечка, честное слово? Душечка? Так, я начальник поезда. Ответственность за это решение я беру на себя. Так, пейте. Всем пить. Пейте, пейте. Пейте, товарищи бойцы. Вода кипяченая, без микробов. Пейте, пейте. Всем пить. Вы не волнуйтесь. Всех примут, всех осмотрят. Пейте, пейте. Тебя как зовут? Василиса зовите. Можно Петровной. Василиса Петровна, а там много врачей принимает? Двое. Мужчина и женщина. Лучше к женщинам. Ну давай пойдем. Сечусь, Эльфович, давай. Давай. А, не могу, больно. Рука, сюда. Все хорошо. Не надо так, не надо. Вы... Всем тяжело, не только вам. Дайте мне руку. Не могу больше. Не надо так, не надо. Вы здесь не один. Все устали. Ольга Михайловна, закончите без меня. Хорошо. Ребята, давайте мне следующего. Как зовут? Николай. Колька. На меня смотри. Смотри на меня. На меня смотри. Слышишь? Все хорошо будет. Все хорошо будет. Дыши. Все будет хорошо. На. Сам. Так, выпросили книгу. Спасибо. Вербицкая. Ключи счастья. Любви доля безумия, безумий доля разума. Ридрих Ницше. Ницше не женский писатель, правда? Они до мной все смеются. Думают, что я всякую ерунду читаю. Любви доля безумия. А безумие доля разума. Тоже неплохо. Вы знаете, я в своей жизни встречал много безумцев, которые производили. Очень разумное впечатление. Наоборот, в разумности есть что-то страшное, пугающее. Взять хотя бы немцев, они ужасно разумно. В их системе есть что-то страшно холодное, пугающе симметричное. Эдакий упорядоченный ад. Извините, я вас отвлек. Крамин. Слышь, Крамин. Вот бы мне твои мозги. Умеешь ты бабам зубы заговаривать. А ты заметил, как она на тебя глядит? У меня зрение слабое. Минус пять. Тихо, 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 тихо. Ну, что ты испугалась? Смотри. Мой руки. Мыло возьми. Будешь учиться в училище. Будете работать в морге. Привыкай. Мой руки. Все должно быть стерильно. Руки должны быть чистыми. Давай, давай. Дыши, 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 дыши. Доктор? У меня болит сильно. Я не доктор. Ждите. Так. Шприцы. Помнишь? Давай. Ну, так-то уж не надо. Там терпели, а здесь не можете? Здесь страшнее. А кто вам сегодня перевязку делал? Павел Сергеевич. У вас такие ручки ласковые. Даже боли не чувствуется. Не то, что этот. Ну что, доигралась? Пошла вон отсюда. Что смотришь? Я сказала, пошла вон отсюда. Не доросла еще. Врачи тоже иногда устают. Настоящая палехская живопись пишется по тем же канонам, что и икона. Это фигурки разного размера. Обратная перспектива. Это нагромождение символов. Все это палех. Если бы вы видели, какой у меня фарфор, будете у меня в гостях, обязательно вам покажу свою коллекцию. Павел Сергеевич. Да? Я хотела вам сказать, только вы не обижайтесь. Да, да. Вы когда перевязки делаете, смотрите внимательнее. Вы сегодня пранет, тампончик оставили. Почему вы думаете, что это я? Это были вы, раненый, сказал. А там необходим был дренаж. Вы, если чего не знаете, спрашивайте меня. Я подскажу. Юлия Дмитриевна, вы же тоже иногда ошибаетесь. Спасибо. Что такое? Что? Девочки, спасибо. Ну что? Устала. Васька шприц разбила, я ее выгнала. Теперь, наверное, не придет. характер. Я становлюсь старой девой. Да? Нет. Вы? Нет. Девочки, сделайте чаю, пожалуйста. Что там? Опять овсянка? А мясо есть? Мясо второй недели не получаю. А что, ногу мою выбросили уже? Сварили бы наваристого борща. Товарищ Глушков, вам надо есть. Знаете, сколько в этой каше калорий? О, кушай калории. Товарищи, как самочувствие? Отлично. Кушаем овсянку. Превращаемся в лошадок. Ха-ха-ха. Есть нужно. Спать нужно. Жить надо. Вот. Две ноги. Так веселее. Ты как понимаешь, где ты побывал? Побывал. Побывал. А ты? Побывал? Поддыхайте, товарищи. Поправляйтесь. Что умирать? Спасибо. Остался жив. Это большая удача. Ах, прошу прощения. Но я вижу, человек для войны не очень приспособленный. Специальность у вас какая-нибудь особенная. Слышишь? Ты сам-то зачем пошел? Видите ли, я очень состоятельный человек. Я главным образом ходил защищать свое богатство. Николай Викентьевич, Что такое? Николай Викентьевич, на супруговы есть жалобы. Небрежен. Грубит раненым. Ну, раненые бывают капризными. Я считаю, нужно поставить вопрос на собрание. Иван Горыч, вы делаете все, что считаете нужным. Что с вами? Пять месяцев нет писем. Иван Горыч, отпустите меня. Я в Ленинград хочу поехать. Пожалуйста. Как это я могу вас отпустить во время рейса? Ну, поймите, я разбит совершенно. Я целыми днями только о своих думаю. Я ночью не сплю. Всего неделя. Я только туда и обратил. Николай Викентьевич, многие хотели бы повидаться со своими родными. У Кати Голиковой мать, в Белоруссии, в оккупации, вестей нет. У Лены Огородниковой муж. Давайте сейчас все разойдемся. Пожалуйста, пожалуйста. Я, я, простите, я, я все понимаю. Я понимаю, что это, это молодушь. Николай Викентьевич, ну иван. Николай Викентьевич, слабость придает силы. Это же ваши слова. Страх. Вот. Так докажите это на деле. А мы посылку хорошую соберем. Я уже отправлял, ответа не было. Значит, вышлем такую, которая обязательно дойдет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Простите меня. Ничего, ничего. Я что-то... Я не знаю. У меня, у меня что-то померкло. Уничтожено 35 самолетов противника. Наши потери 5 самолетов. Такова ситуация на фронте, товарищи. Переходим к организационным вопросам. Пожалуйста. Консервированная кровь, которую мы получили, не годится. Нужны доноры. Кто может сдать кровь? Хорошо. Осталось два вопроса. Первое. На одного из наших сотрудников поступают жалобы от раненых. я считаю, что небрежность и грубость по отношению к ним, особенно в нынешней ситуации, должны быть уничтожены и забыты, Павел Сергеевич. Да, да, да. Речь идет о вас. Это неожиданно. А позвольте узнать фамилию. Кто? Кому я грубил, коллеги? Кто видел? Что? Вы что, всерьез считаете, что показания раненых можно воспринимать? Эти люди не отвечают за свои слова. Их состояние, мягко сказать, специфическое. Они долго ждали отправки из госпиталя. Тряслись в машине. Их врач вообще сбежал. Естественно, что они считают нас всех врагами. Но на других они не жалуются. Вот, значит, как коллеги. Лечишь, лечишь людей. ночами не спишь. Устаешь, как собака. И на тебе. Обидно. Но если сигналы будут и впредь повторяться, я буду вынужден принять жесткие меры. Теперь второе. Все мы знаем положение в Ленинграде. У Николая Викентьича там семья. Есть предложение собрать посылку. Нет, не надо. Подождите. Не надо. Подождите только. Не надо. Не надо. Я прошу. У меня будет возможность ее отправить. Я уже дал распоряжение Соболю собрать кое-что. Но, думаю, этого будет недостаточно. А если бы каждый из нас пожертвовал один кусок сахара, кусок хлеба... Товарищи, я не договорил. Сядьте. Пожалуйста, Иван Горькович. Сядьте. Николай Викентьич. Вот. То мы смогли бы прибавить к посылке существенную часть. Разумеется, это добровольно. Скоро мы пополним запасы продовольствия. Так что ваши жертвы будут недолговременны. Друзья, товарищи, дорогие мои. Николай Викентьич. Я вас уверяю, это не нужно. Почему не нужно? Мы же все свои. Мы все понимаем. Семен Андреевич. Сюда нельзя. Даже мне? Фарину Васильевну, вам можно везде и даже признаюсь, в моем сердце сюда нельзя. Вам что-то нужно? Нет. Ничего. Мне ничего не нужно. Я не для себя. Для доктора. Две банки тушенки. У вас ведь есть? Ну, так, доктор, доктор же, доктор, он, ну, маргарин, 800 грамм, тушенка, килограмм, сахар, килограмм, сало, 300 грамм. Доктор, у вас же есть НЗ. Я знаю. Правда? Я знаю. Ну, давайте рискнем. Грубо. Угу. Прямолинейно. Угу. Приятно. Одна сгущенка, одна... Семен. Две сгущенки. И тушенка. Я потом все сам вынесу. Хорошо. Идите, идите. Угу. 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 Так. Угу. 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 Фима, Катя, сюда, я не знаю как это произошло, но там исчезло 10 банок сгущенки, как это Я не знаю. Глаза смотри. И я не знаю, но кто-то знает. И я знаю, что кто-то знает, что кто-то знает. Смешно, что у нас запали группы крови. Не смешно. Прекрасно. Я слышал, вы еще в финскую воевали. Да. Значит, вы смелый человек. Бывают такие вещи. Я выросла в Энгельсе. Там в двадцатые годы голод был. На улицах лежали трупы. И стояла такая тишина. Я с тех пор не люблю, когда тихо. У вас голова не кружится? Да, немного. А у вас? Немного. Я знаю, вам кажется, что я дура. Просто вы в жизни радостный человек. И очень обаятельная женщина. Всю мою жизнь мне нравятся серьезные мужчины. Но у меня с ним ничего не получается. Чтобы понравиться таким, как вы, нужно вести себя как-то иначе. Как вы посоветуете? Никогда никому ничего не советовал. Какая у вас жена? Она очень привлекательная женщина. Моложе меня на двадцать лет. Теперь вряд ли будет интересно со стариком-инвалидом. Вспомнил совет. Я довольно часто забываю, всегда это кончается плохо. Никогда не предавайте саму себя. У тебя готово. Немного спорта. Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. 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 Данилов, Ваня, а я тебя сразу узнала, ах ты, Иван-Царевич. Как Ленька? Умер, Ленька. Убили. Похоронку получили месяц назад. Да ладно, отплакали. А ты зачем тут? Танюша. Нет, Вань, не могу. Знаешь, меня сколько людей просят? Их проверяют, он не может. Таняка, я же не для себя. Это очень хороший человек. Он просто с ума сходит. Полгода писем нет из дома. Таня. Да хорошо. Ну хорошо, ради тебя. Спасибо. Таня, еще вот какая просьба. У тебя есть списанные книжки? Так, чтобы не возвращать. У нас один книгочей, он их не читает, он их ест. Бывает. А знаешь, а мне Фаина письмо написала. На фронте. Ой, какая хорошая женщина. Я даже не представляю, что бы я сейчас делала без нее и кем бы была. Но надо же, бывают же такие люди, да? Удивительно. Да, бывают. Так ведь она же здесь была. Спрашивала про тебя. Она же с мужем-то развелась. Не знал. Может, чайку? Таня, времени нет. Лучше книжки. Ну хорошо, ладно. Ты здесь подожди. Ну хорошо, ладно. Иван Игоревич, а я вот маме письмо отправил тоже. Книгу, кстати, купил. По случаю очень редкую на рынке. Поздравляю. Иван Игоревич, я вот все мучаюсь. За что вы меня не любите? Неводходящее слово для наших взаимоотношений. Я поставлен следить за порядком. Если кто-то его нарушает, подвергается дисциплинарному взысканию. Я стараюсь. Честное слово, я стараюсь. У меня, может, много не получается, но поверьте, я стараюсь. Если бы вы старались, то поступали бы по-другому. Вы что, думаете, никто ничего не видит, да? Не надо, Павел Сергеевич. Вам наплевать на всех и на все. Ну, кроме этого, книгу новую купили. И опять ее никому не дадите. За что вас любить? История майинского фарфора. Кто ее будет читать, кроме меня? Да дело даже не в книге. Вы халатно относитесь к раненым. Если вдруг нужна помощь, вас нет. Может, вы просто плохой врач? Обратитесь к Юлии Дмитриевне, она прекрасный специалист. А эти ваши личные амбиции только мешают делу. А у вас, значит, амбиций нет. Вы ничего не хотите. Я хочу, чтобы люди, глядя на мою работу, сказали, это сделано хорошо. А я хочу домой. Вся эта грязь, антисанитария, отсутствие элементарных удобств. Все это меня угнетает. Я человек привычки, это так. Я не военный человек, я в этом не виноват. Так, может, раненые виноваты в том, что вам не нравится грязь? Павел Сергеевич, война. Никто себе не принадлежит. Я понимаю. Да, я понимаю. Я буду стараться. Картосочка лиловато. Лиловато. Саранька пересушена. Что тут у нас? Редисочка. Не, не, не. Кролик, кролик, купите кролика. Недорого. 10 рублей. Слеженькая, да? Не надо, не надо, спасибо. Так, ну, посмотри, что ты мне даешь. А вот, Иван Игоревич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Они у вас не больные? Здоровые. Так, Иван Игоревич, здоровочку, пожалуйста. Так, 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 так. Поросяточки у нас, да? Какие хорошенькие. Да, какие хорошенькие. А чё это они у нас такие тихие? Дети войны. А требятишек родных отнимали, чтобы прокормить. Ну, это понятно, это понятно. Пол цены и забирают сразу всех. Не, не, не. Всех сразу. Ты можешь, что пол цены вообще бесплатно отдать? Ну, да, понятно, понятно. Давай добавлю. Иван Игоревич, подожди. Время не может. Секунду. Да ты посмотри. Посмотри какой. Тихие? Нет, не тихие. Этот не тихий, да. Этот не тихий, этот не тихий. И этот не тихий, да. Тебя как зовут? Раиса. Раечка. Заболцану сразу всех. И ты идешь домой. Все. Тихий, тихий. Секунду. А, красавица? Мне нужно десять. Десять банок сгущенки. Придется постараться. Хорошо, я поняла. Иди во двор. Раиса. Ну, черт с собой, забирай. Ну, спокойно. Спасибо большое. Спокойно. Ну, вот этого давай. Спасибо. До свидания. Держи. Ага. Откуда у него сгущенка? Ага. Бездну добра и очистки, и ведра с объедками. Теперь свиней будем кормить. Ну, это я к тому, что хорошо. Ага. Ага. Такие хорошенькие, только худые какие-то. Да, стройные поросята. А вот этот. А вот этот на Протасова похож. Ага. 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 Субтитры делал DimaTorzok Вы же моряк! Возьмите себя в руки! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ майор! Как дела? Как самочувствие? Отлично! Просьбы, жалобы есть? Какие жалобы, товарищ майор? Товарищ майор! Да? Разрешите вопрос. Разрешаю. Почему безногих на флот не берут? Я понимаю ваше состояние. Товарищи! Ваша задача сейчас восстановиться. Выздоравливайте! Это приказ! Мужков, ты молчать умеешь? Да ладно, ребята, он же у нас один без ноги. Возятся с ним, как с бабой. А ну-ка замолчали все! Молчим? Молчим? Я море не видела никогда. Молодая еще. Увидишь. Вот тоже не старая. У меня сестру тоже Лену зовут. Сестра, воды! Ты зачем орешь? Пить хочу. Я думала, умираешь. Внимания ему не хватает. Обидно мальцу. Я вам не малец. Сейчас принесу. Ты только не ори. Хорошая девушка. Был бы помоложе, женился бы. Но она замужем. Да какой замужем? Так просто жили. Больше года пищем нет. Давай не робей. Так ничего. Двух банок не хватает. Чего? Сгущенка. Двух банок не хватает. Двух? Так это же мы доктору на посыл. На. Товарищ Данил, через 15 минут соберемся. Пересчитывай еще раз. Чай. Отлично. Постойте, пожалуйста. Что вы можете сказать о своем начальстве? Жалобы есть? Да нет, все хорошо. Товарищ Данилов строгий, но... Вы лучше других спросите. Спасибо, идите. Состав ремонтировали своими силами? Мы... Материал где брали? Мы разобрали разрушенный деревянный склад. А цистерну эту мы в лесу нашли. Она вся дырявая была. Мы ее сами запаяли и... Понятно. Так, следующее у нас. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, содержание животных в санитарном поезде запрещено. И вам это известно. Николай Евгеньевич Белов. Да. Видите ли, раненым категорически не хватает белка. Рацион нам известен. Понимаете, мы очень хорошо знаем важность гигиены в поезде. Там... Дело в том, что у нас вагон, где содержатся животные, они напрямую не сообщаются с вагоном, где раненые. Понятно. Ну, категорически белка не хватает. Давайте вот что сделаем. Я в отчете указывать не буду. И фермы вашей я не видел. М? Вопрос. Почему вы используете детский труд? Это вы про Ваську. Мы хотели ее отправить. Да. Мы ее хотели отправить. А она ни в какую горит. Все равно сбегу. Ребенку 13 лет. Она учиться должна. А не болтаться среди искалеченных мужиков. Отправить в детское учреждение. Того? Это приказ. Так, поехали. Ну что, спасибо. До встречи. Откуда сгущенка, а? Глаза смотри. Там ведь половины не было. Да не знаю, я говорю же. Посчитали тогда плохо. А на рынке что делала? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Говорила мне мама, все что угодно, все что угодно, только никакой материальной ответственности. Черт меня дернула в эту торговую. Иди. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Иночка, разреши, я попрощаюсь со своими попутчиками. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРжЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА До свидания. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА stopped having SENSE! А Фаина Васильевна занята? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Она на перевязке. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Она вам просила передать. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Передавайте спасибо. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Можно вас? у него очень низкий гемоглобин по возможности мясо гречку я там список лекарств написал товарищ моряк индивидуальный обед специально для вас саша давай может пополам я забрал лена это не сестра невеста моя сейчас у другого пойдет ну ничего будет другая еще лучше я на баяне играл ее раздражало мне нравится баян горит не модно а теперь я прикинь еще и без ноги мне баян тоже нравится в детском доме зарядку под него делали товарищ клужков красивый вас девушки знаете как любить будут а у тебя муж красивый очень вот тебе Тебе. Хотел на день рождения. Это мне. Так, уголки. Размеры с пуговичкой. Мне просто платьев никто не дарил. Я уже думала, не подарит никто. Так, уголки. Сестру позови. Лужков, дурак. Упадешь. Позови сестру. Товарищ Лужков, вы что? Вам нельзя вернуть? Уйди. Давайте я вам помогу. Хитрый мужик. Да, нормально. Как мужику. Я сам. Да я не смотрю, я просто держу. Да. 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 Саша, ты что? Ты хоть понимаешь, что я больше никогда не вижу моря? Подожди. Так нельзя, нет. Нельзя, нельзя, нельзя. Подожди. Сестра. Сестра. Слышь, а меня-то тоже поцелуй. А? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, ты чего? А я шлюха. Влюбилась, что ли? Лена, шлюха, это просто одинокая женщина. Товарищи, по результатам проверки... Наш поезд признан одним из самых лучших. Всем объявляется благодарность. Вот так вот. И майор просил меня не тянуть со списками на награды. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть приказ передать тебя в детское учреждение. А у нас в городе один из лучших детских домов. Да, Лена? Я лично знаю директора. Хороший мужик. Детьми занимается. Вот. Вот Лена Огородникова и отвезёт. Заодно заберёт почту, да? Да. Вот. Вот. Всё, товарищи, спасибо. Разойтись. А ой. Чего? Не надо. Продолжение следует. Играет музыка. Саша. Я уезжаю. Дня на три. Вы тут кушайте хотя бы без меня. Лил, ты прости меня. Я сама виновата. Я ведь только его люблю. Ты мужу передай, что ему с тобой очень повезло. Что вы? Это мне с ним повезло. Я даже не знаю, за что мне такое. Вы отдыхайте. И главное, кушайте. Друзья мои! Польза лесного воздуха просто неоценима. Осторожно, Фаина Васильевна. Фитонциды! Павел Сергеевич, повторите, пожалуйста, я записываю. Фитонциды! Дышите глубже! Микрофлора сосновой кедрового леса практически стерильно. Давайте перенесем в чащу на нашу операционку. Аня Людмитовна. Юльдмитовна. Юльдмитовна. Я к вам по партийным вопросам. Мухина, Клава которая, она, извините меня за подробности, под лямкой на лифчике крестик носит. Я ее приперла к стенке и говорю, ты что, в Бога веришь? Она говорит, да, верю. Я ей говорю, ты понимаешь, что в наше время это позор в Бога верить? А она, представляете, мне говорит, в наше время позор Бога не верить. Как глупо, что многие люди не понимают очевидных вещей. Вот именно. Это? Ну, не боровичок. Колпак корчатый. Юля Дмитриевна. Да. Юля Дмитриевна. Юля Дмитриевна. Юля Дмитриевна. Юля Дмитриевна. Юля Дмитриевна. Юля Дмитриевна. Куда же вы бежали, Юля Дмитриевна? Надышалась кислородом, голова закружилась. Какая красота. Посмотрите, какая красота вокруг. Мы воюем, убиваем друг друга. Мне кажется, если каждый человек хоть раз в жизни увидел такой лес, не было бы этих воин, всего этого безобразия. Гитлер тоже когда-то был художником. Плохим художником. Плохим Юля Дмитриевна. Все-таки у Павла Сергеевич удивительное явление. Сорокалетний холостяк. В наше время большая редкость. У вас есть невеста. Но я же не мальчишка. Отвечайте на вопрос. Я был женат. Фаина, это очень личный вопрос. Да. Почему же? Мы же не совсем чужие друг другу люди. Вот. Ее звали Зина. Зина? Когда мы познакомились, на ней были такие смешные сандалики с подвязочками. Когда шагала, они издавали такой звук. Играет музыка. Как хочется, чтобы рядом с тобой был человек, который бы тебя понимал. Да. Я бы этого хотелось. Правда, я бы видна. Пойду прогуляюсь. Жизнерадостная особа. Считает себя неотразимой. Полина Васильевна действительно очень привлекательная женщина. Да, только для мужчины этого недостаточно. Я плохо знаю мужчин. Вы знаете, что меня удручает на этой войне? Отсутствие красоты. Вся эта наша жизнь в такой действительности очень некрасива, безобразна. Как кривое зеркало. А мне нравится на войне. Здесь все правдиво, по-настоящему. Мы все такие, как есть. Наверное, каким я должен казаться для вас ничтожеством? Вы просто не военный человек. Это неплохо. У вас тонкая душевная организация. Павел Сергеевич, я вас очень уважаю. Юлечка Дмитриевна, вы даже не представляете, как я хочу, чтобы у вас все сложилось. Поэтому вы так отчаянно кокетничали? Нацепили на себя эту дурацкую косынку? Просто позлить вас хотела. Ну, чтобы вы стали хоть немного активнее. Понимаете? Перестаньте. Думаете, я ничего не вижу. Думаете, я не знаю, что обо мне говорят. Все в жизни несправедливо. Я хочу быть счастливой. Я могу иметь детей. Вы самая хорошая. Самая прекрасная в этом поезде. Я просто медицинская сестра. Просто друг, соратник и коллега. Мне нужно серьезно поговорить. Все хорошо? Юлия Дмитриевна. Юль. Вы самая красивая женщина на свете. Вы себя не жалеете. Вы себя не любите. Вы себе не нравитесь. Если бы вы видели, как вы Работаете. Как вы разговариваете. Я любуюсь вами. Я любуюсь вами. Я слишком вас люблю. Уважаю. Не здесь. Не сейчас. Да-да. Извините, пожалуйста, грязь. Можно? Это тебе письмо от меня. Подарок. За десять копеек вы узнаете свою судьбу. Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Давай. Судьба за десять копеек. Шабман. Нет, у нас женщина одна так ради смеха взяла. У нее сын вечером вернулся. Всего за десять копеек. Скоро тебе будет огромное счастье, но до этого будь начеку. Значит, дедом и правда будет хороший. Ладно, я тоже тогда попробую. Берегись цвета карих глаз. Чушь какая-то. Спасибо, дядечка. Не болейте. Лена! Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Уехали на летнюю базу. Это далеко. Можем не доехать. Доедем, доедем. Я Данилова обещала. Только ко мне сначала зайдем. И к жене Данилова. Можем вирту, 여기 к семья. Коммакин. Коbir. Коммакин. Можем. Можем. Коммакин. Мой папка тоже курил, ты мил так, что мама ругалась, а мне нравилось. И занавески у нас такие же были. Да не бойся. Данилов говорит, там нормальный детдом. Просто все же от тебя зависит. Надо сразу поставить себя. Скажу тебе, застели он бастиль мою, а ты не соглашайся. Что один раз согласишься, потом всю жизнь у них шестерить будешь. А если тебе кто к тебе лезть будет, сразу морду давай. Я всегда так делала. Меня знаешь, как уважали. Девочки, я вам там чайник поставила. Правда, дома хоть шаром покати. К чаю ничего нет. Ничего-ничего у нас есть. Проходите. Дров нет, керосина нет, мыла нет. Нита, чтобы зашить, нет. Лимит на электричество вбили. Правда, к первом маю по карточкам конфеты вбили. Так пришел мой внук и все заглотнул. Одни фантики оставили. Я ему говорю, Леша, Алексей, да разве так можно? Леша, ты бы хоть старенькой бабушке одну конфеточку к чаю оставил. Я говорю, Леша, ведь ты пионер. Ты же красный галстук носишь. А вы не слышали, в детдоме хорошо кормят? Где как? Спит. Ну, я на домнице работаю, шинели на армию шью. Все-таки карточка рабочая. Спасибо. Я Ванюшу не хочу отдавать в садик, там плохо кормят. А так, на дом возьму работу и карточку рабочую дают опять же. Я еще чаю хочу. Спасибо. Девочки, передайте ему, нам ничего не надо, мы сыты, Ваня сыт. Да. Ну, как он? Здоров? Ничего, здоров. Ну, может, он вам передавал, что слышно? Когда закончится? Что? Война. А, я не знаю. Когда карточки только вели, я так растерялась, я думала, как нам с Ванюшей жить. Огород помогал. Я карточку продам, молоко куплю. Теперь рабочая карточка. И хорошо. Ну, а родня в деревне помогает, сметану привозит. Я для Ванюши масло бью. Меркулов помогает. Нынешний начальник Треста. Трава привез весной. Еще обещает. Так что передайте ему, все хорошо. Мы на фронт теперь не ездим. Все время в тылу. Он вам, наверное, Иван Егорыч писал. Да нет, никогда занят. Значит, не бомбят вас? Да вы не бойтесь. Спасибо большое. Мы, наверное, пойдем. Жена у него добрая, конечно, но неинтересная. Странно. Почему он не сказал ей, что мы в тылу? Она думает, что мы на фронте. Забыл, наверное. Не отставайте, молодцы. Не отставайте, молодцы. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я не буду тебя обманывать В общем, я другую встретил Я женюсь Хороший мой, хороший Чашки мои, мои губки, носик мой, глазенький мой, хороший мой, старый, любимый Субтитры делал DimaTorzok Отлично, все уместились Слушай, где ты так научился рисовать? Я до войны год в кинотеатре работал, плакаты рисовал, но там рукой набил Слушай, а может не надо обидеться? Надо! Ты что, Женька, тебе надо художником быть? Не, я путешествовать больше люблю Да, я тоже Слушай, а давай, может, до Владивостока вместе доедем? До Владивостока? Да Так, почему так поздно? А, стенгазета? Женя нарисовал Это хорошо Здорово Женя наш нарисовал, да? Талант? А это что? А это клава наша, Мухина которая, я же не рассказывала, она крест носит Ну и мы решили пропесочить Ну и Кравцов, он тоже цитатами из Библии все сыпет Не надо Это ее личное дело И Кравцова, кстати, тоже Да нет Товарищ комиссар, она, она знаете мне, что сказала? Что в наше время в Бога не верить, это позор Представляете? Уберите Что? Ну, ребята, рисовали, всю стенгазету испортим Это приказ Да, да Иван Егорыч, мне из часы я сказала Что вы заблуждение сотрудников поощряете Заблуждение? А Вы простен газету Понимаете? Клава Мухина Хорошая девушка Старательная Но мы с вами, как старшие товарищи Должны Вы в курсе? Сколько сейчас времени? Идите спать Завтра новая партия раненых Вам нужно выспаться Вы не хотите обсуждать со мной важный вопрос? Я атеист, не волнуйтесь А мой отец И мать Верили в Бога Но я никогда Ничего плохого от них не видел И не слышал Я считаю Что человек сам вправе выбирать Во что ему верить Ну, знаете Так мы с вами далеко не уедем Фашисты в Гитлера верят Я вас правильно поняла Вы предлагаете Уважать их веру Нет Про фашистов я ничего не говорю Но Клаву Мухину трогать Не разрешаю Иван Егорович, я потрясена Я просто потрясена Я даже не знаю, как на это реагировать Никак не реагируйте Просто идите спать Завтра тяжелый день Отдыхайте Товарищ Данилов Вы ее не ругайте Я вам все расскажу Я ее еле довезла Если б не я Она бы под поезд бросилась Лена Я не для того добровольцем записывался на фронт Чтоб кур пасти Девчата смеются Да не могу я больше Голубчик Голубчик, да вы Вы такое дело делаете для всех Ну кто над вами смеется Я Я со всеми с ними поговорю Да не надо уже Все уже Ну Да Николай Викторович Да Там Лена приехала Так Из Ленинграда Письмо Ну-ка Вася Пляши 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 Васька Пляши 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 Дай письмо Быстро Пляши Пляши Васька Я не умею пляшать Как умеете От Трифонова Это мой друг Уйдите Уйдите Пляши 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 Продолжение следует... 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 Тихо. Микса, что ты там? Музыка, миксер, папа. Мой любви, мой любви. Вся семья погибла. Семья. Не надо. Все. 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 Отправляйте. Пошли. Я ему нравилась. А он мне нет. Так бывает. А зачем люди женятся? Только головы друг другу морочат. Я вам не доплачиваю. Непили не антидры. Режим. Непильный. Это для конечностей. Шпионишь? У дяди Саши жарище. Юлия Дмитриевна ругаться будет. Ай, хрен с ней. Ну че, салака, всем растрепала, как меня в мур бросила? Они ж спрашивают. Я не буду врать. Эх, эти рожи жалостливые, надоели. Ты не так пьешь. Надо закусывать. А то водка желудок разъест. Мой папка всегда так говорил. А моя мамка никогда не закусывала. Спи. Каждый раз, как Вронский говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный плеск. И улыбка счастья изгибала ее румяные покупы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости. Иван Егорыч. Иван Егорыч. Иван Егорыч. Иван Егорыч. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где Белов? Не было, он не оторвает. А где Юля Дмитриевна? Именно там. Доктор там раненый? Надо принимать. Николай Викилович, возьмите себя в руки. Ну, что мне делать? Рапорт на вас написать? Как хотите. Понял. Отдыхайте. Ал бычок! Дружи! Людочка, вези туда. Ванную! 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 Руки убрал. Первый у вас. Лёгкий вагон! В операционную, Клава, побольше физрастворов. Приготовьте кровь для переливания. Юрий Дмитриев, приготовьте списки раненых. Хорошо, я приготовлю. А кто будет подписывать акт на приёмке? Я не имею права. Палкенгейс, сейчас зайдёте ко мне в купе. Подпишите акт на приёмке раненых. Я не имею права подписывать. Это обязанность доктора Пилова, понимаете? Я не могу, я не могу, товарищи! Пал Сергеевич, тут нет ничего такого. Я не хочу за это отвечать. Павел Сергеевич, пожалуйста, поверьте мне. Я врач, вы понимаете? Поверьте мне, ничего не будет. Я всё лично прослышу. Я помогу, Пал Сергеевич, хорошо? Хорошо? Хорошо! Перелом ключицы. У парня паховое ранение, сквозное. А написано, эвакуация пешком. Ну, как пешком? Почему пешком? А врач, девушка, она говорит, это лёгкое ранение. Дуры! Вот-вот-вот, как будто бы они знают, что лёгкое ранение, что нет. Извините, извините, Иван Игоревич, там никто ничего не может. Короче, на сколько человек готовит завтрак? Сейчас. Позвольте, я скажу, сто сорок девять. Так у меня же... Идите. Извините. Подождите. Там Белов, по-моему, вообще перестал есть. Приготовьте что-нибудь посытнее. Отнесите. Пусть съест. Скажите это приказ. Идите, идите. Понял, понял. Извините. Так, ну вот, по-моему, всё. Сейчас Павел Сергеевич подпишет. Да. Только должен вас предупредить, что я это подписывать не имею права. Ну, пожалуйста. Ну, нарисуйте что-нибудь. Ну, кто там будет вашу подпись разглядывать? Угу. Во всем должен быть правильный. Ваша подпись. Благодарю. Благодарю вас. Спасибо. Конечно. Хорошо у вас. Ну, поеду. Надо ехать. Пока. Счастливо. А где, Людмитовна? Она в перевязочном. Я пошёл вам навстречу, бедный доктор. Кстати, если нужно, то я могу временно исполнять обязанности доктора Белова. Я могу, конечно. Только хотелось, чтобы всё было официально. Нет, я не настаиваю. Но больше ничего подписывать не буду. Мы подумаем. Подумаем. Николай Викентьевич, покушайте. Соболь для вас приготовил. А помнишь, когда мы возвращались после получения на простой пролётке, потому что денег на кареты у нас сняли. Николай, Николай, Николай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Клава, а почему, когда вы в вагонах дежурите, вы все время креститесь и какие-то молитвы читаете? Не хочу на вас давить, но мне кажется, это не совсем уместно. Вы меня понимаете? Читаете свои молитвы, но про себя? Зачем же агитацию разводить? Меня раненые просят. Вот, товарищ Данилов, у нас девушка в вагонах молитвы читает. Говорит, раненые просят. Идите, Клава. Опять мы с вами спорим, Иван Егорович. Вначале вы мне казались очень принципиальным человеком. Мне это даже импонировало. А теперь, где ваши принципы? А вы напишите, куда следует. Так, мол, и так, комиссар Данилов поощряет заблуждение подчиненных. Я этим никогда не занималась. Узнаю, не напишите. Вот что, нам, пока доктор болеет, нужен временно исполняющий обязанности начальника поезда. Я подумал, или наш хирург Барышев, или Павел Сергеевич. Как вы считаете, кто из них? Нет, Барышев нет. А супругов? Павел Сергеевич умный, интеллигентный. Правда, у него сложный характер, но у кого в этом поезде он простой? У вас, у меня. Да, все мы сложные. Может, дать людям отдохнуть? Как вы считаете? Конечно. Все устали, впереди сложный рейс. Конечно, я думаю, это правильно. Спасибо вам большое. Ия, ты такая вредная. Ну, дай ваксу. Ваксу у тебя еще переводит. Перед кем портить? Ну, куда ты без спроса? Тебе счетку для ребенка жалко. Ой, какая ты умная, а? Далеко пойдешь. У меня светлая голова, как Юля Дмитриевна сказала. Вон голова. Я сама. Извините, на минутку, Юля. Пойдем в кино? Пойдем. Выбрал наш красавец. Долго бдирал. А тебе-то что? Ничего. Просто удивительно, как у некоторых людей все быстро заканчивается. Сначала рыдали в подушку, чуть с поезда не прыгнули, а потом раз, и все. Завидуешь? Я? Завидуешь. А что мне завидуют? У меня все в порядке, в отличие от некоторых. Я в нормальной семье росла. Не то, что у некоторых. Мать алкоголичка. Мне театры больше нравятся. Там как-то все по-настоящему. Согласен. Хорошо. Осторожно. Тема, 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 тема. А где же лужа? Ну, ничего. Все равно. Все равно я понесу тебя. Я понесу тебя не так, как тогда. Осторожно. Душевно. Но ведь дождь. Тогда лил замечательный дождь. Да. Чертовский дождь хрестал. А что тогда сделала? Что ты тогда сделала? А я дуру вырвалась от тебя и убежала. А вы тоже родной с актрис похожи. Ольга! Ерунда. Ольга, что прям еще сделала? Я лучше. Пойдем. Пойдем. Светы. Давай, свети. Еще. 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 Держи. Пожалуйста. Этого. Куда ты, Валерий? 417-08. Паша! У вас потрясающие усы. На свадьбу! Как меня зовут? Ваина, а у вас? Артелия Борисовича. Сегодня. У меня красивые глаза. Я знаю. Не хотела бы я прогуляться после сеанса, пожалуйста. Тема. Не судьба. Валерий Павлович, какая свадьба, а? Свадьба! Такая свадьба! Я, Паша, сегодня жизнь обмечался. Прекрасно. Потрясающе. Паша! Паша! Товарищ комиссар, нельзя этому прохиндить власть давать. Таких надо всю жизнь держать у Параши. Если начальник болен, его обязанности берет на себя другой врач, следующий по званию. Барышев? Хороший мужик, но он не годится. Тогда стряхни Белова. Он что, один пострадавший? Тут в газете про одну бабу писали. Всю семью потеряла. Мужика и шестерых детей. Вопрос, что с женщиной? Про то в газете-то написали? Да в ваших газетах про то не пишут. Там все герои, там все планы выполняют, перевыполняют. А как сердце кровоточат у человека, как мертвецы во снах приходят, про то не пишут. Ты опять? Тебе вредно волноваться. Ты вот что, нагрузи доктора, работай. Пусть отличаются. Иван Егорыч, про наш пояс напечатали в газете. Вхожу в вагон-перевязочную. Не без трепета вхожу. Тут все блистает чистотой. Хирургическая медсестра, старший лейтенант Розумовская, Юдет, строго стоит на страже чистоты. И горе тому, кто посягнет на... Посягнет. Посягнет на стерильность этого священного места. Здесь возвращают людей к жизни. Здесь раненых превращают в выздоравливающих. Здесь смягчают боль и страдания. Ведь, как сказал товарищ Сталин, все силы народные должны быть брошены на борьбу с врагом. Каждый на своем месте должен работать для победы. И мне кажется, в нашем коллективе каждый человек это понимает. И сердце мое наполнено радостью, гордостью за наших людей и уверенностью, что победа не за горами. Военврач третьего ранга ПС Супругов. Спасибо. Сей сюда. Пол Сергеевич. Да. Нехорошо. А что? Что нехорошо? Ну, ваша статья, конечно, приятная. И вы нас всех героями выставили. Но вы тут пишите «мы». Мы думали. Мы придумали. Извините. Я тут ничего не придумываю. Я просто веду состав. И остальные все здесь тоже ничего особенного не придумали. Давайте по-честному. Мы все прекрасно знаем, кто здесь придумывает. Это Данилов. Ящички для бойцов кто придумал? Вы? Я? Нет. Данилов подходит ко мне и говорит. Михаил Михайлович, давай организуем для бойцов нормальную жизнь. Не организовал. Дезинфекцию, прачечную, свинарник. Курятник. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, право. А вас сейчас кто спрашивает? Спасибо товарищу супругову за его статью. Забыл сказать. Вместо заболевшего доктора Белова, исполняющим обязанности начальника поезда, временно назначается военврач третьего ранга, товарищ супругов. Через 15 минут у вас обход. Прошу всех быть на своих местах. Вас, товарищ супругов, в первую очередь. Да, да, конечно, да, я понимаю. Иван Игоревич, Иван Игоревич. Ну, я надеюсь, вы не обиделись. Я не стал вас выделять, чтобы показать заслуги всего нашего коллектива. Да ну что вы, никто не обиделся. Жалко, только приврали немного. Лук мы только собираемся ворачивать. Ну да, как говорится, не приврешь, не напишешь. Зато будет стимул. А лук мы все-таки посадим. 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 Как самочувствие? Забрюшенная гематома над мочевым пузырем. Какие меры приняты? Гематому опорожнили, катетер поставили. Хотели использовать тампоны с мазью Вишневского, но я решила сначала посоветоваться с вами. Да, надо использовать. Хорошая мазь отлично себя зарекомендовала. Так, кто дежурный в поезде? Я. Почему одеяло порвано? Машинка испортилась, рвет. Сами под такое ляжете, поменяйте. Хорошо. Так, что здесь? Что у вас? Товарищ Натул. Товарищ военный врач. Мне плохо. Мне плохо. А всем начать. Мне вообще никто не приходит. Так, военный вася, в чем дело? Что вы врете? Вот что вы врете? Я то и дело к вам бегаю постоянно. Кто бегает? Говорю, мне плохо. Плохо мне. Мне жарко. У меня голова кругом идет. Подушка, я... Что? Успокойтесь. Ванную хочу. Ванную. Так, сделайте ему обезболивающее. Товарищ, успокойтесь. Скорого будет лучше. Лучше. Я ванную хочу. Все. Доволен? Полегчало? Пожаловалась? Нет. Я ванную хочу. Ванную хочу. Люблю сладкое. Вы ешьте печенье. Это мама прислала. Павел Сергеевич, прекрасная статья. И юмор, и серьезные вещи. Читается на одном дыхании. Сегодня я выглядел нелепо, так? А вы не стесняйтесь. Будьте посмелее. Смелее? Посмелее. Как бы я хотел быть посмелее. Вся моя жизнь какая-то бессмысленная борьба с самим собой. Я ведь без отца рос. Ну, грубо говоря, сам себя воспитывал. Вы знаете, за что меня били дворовые пацаны? За то, что у меня были ботинки на деревянной подошве и пальто. Из которого я вырос однажды, раз и навсегда. Мир всегда жесток к тем, кто не похож на других. Да. А в 15 лет я пошел на причал и попросился грузчиком. Вы грузчиком? Ну, а что? Во-первых, это мускулатура. Ну, и, конечно, деньги. А осенью у меня уже были новые пальто и брюки. И больше меня никто не трогал. Я им всем доказал. А мама знала? Мама? Мама сказала, Павлик, а откуда у тебя такое красивое пальто? Ты, наверное, кого-то ограбил. Тогда я понял для себя одну вещь. Мне не со всеми людьми хочется быть. Я одинокий. Бывает, что приходишь домой и быть хочется. А как же мама? Мама. Мама сама как ребенок. Играет в плато, ходит в цирк. Но мы с ней дружим. Я думаю, что она единственный человек, который меня понимает. Я вас обязательно с ней познакомлю. Хорошо у вас. Уютно. Я думаю, такой порядок могла создать только женщина. У вас бумага есть? Спасибо, сядьте. Так, смотрите, что я придумал. Это моя квартира. Здесь комната соседей. Мамина моя. Эргер. Эргер. Допустим, здесь будет зеленая лампа. Здесь стеллажики. Вот так вот. Здесь полочка. Когда ты входишь, ты видишь, на полочке сразу все стоит. Стоит. Допустим, здесь будет зеленая лампа. Ой, так, мы, кажется, прибываем. Пойду, посмотрю, что там Лутохин. Вы ешьте печенье, ешьте. Доктор, вы что делаете-то, а? Пока вы тут валяетесь, вместо вас назначают этого кретина супругого. Может, хватит уже страдать? Лена, как вы разговариваете? А как с вами разговариваем? Доктор Белов болен. Не тревожьте Николая Викентьича. Доктор кушать перестал. Доктор, мимо вашего купе все на цыпочках проходят. Что вы хотите? Противно. Они умерли. Но умерли как люди. Лена, что с вами? Ничего. Я просто все про всех поняла. Найдете себе, Соню, новую и новую лялю. Я не обиделась. Доктор, просыпайтесь. Музыка. 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 Клава, а Бог есть? Есть, привет передавай, тебя там Елена Дмитриевна зовет, срочно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вась, Юрия Дмитриевна здесь? Нет. А что она меня звала? Давай грязную заберу. Молодцы. Молодцы. Юрия Дмитриевна звали? Нет. А Лена сказала, что звали. У Лены вашей фантазия богатая. Она совсем обнаглела. Скоро буду ставить вопрос на собрание. Юрия Дмитриевна, Клава. Лена, ты что? Лена, на помощь. Уйди. Давай, Канилов. Уйди. Держи ее. Помощь. Помогите. Лена, ты что? ПЛАЧЕТ КОНЕЦ Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова, продвинулись на отдельных участках вперед от 4 до 7 километров. И заняли ряд населенных пунктов, в том числе населенные пункты Ордынка, Ракитная, Малая Лиховка, Бахметьевка и железнодорожную станцию Борки. На Смоленском направлении наши войска вели наступательные бои по улучшению занимаемых позиций. Такова обстановка на фронте, товарищи. Всем спасибо, все свободны. Так, товарищи, Юлия Дмитриевна, у вас все в порядке? Да, но набокаина не хватает. И стриптоцит заканчивается. Товарищи, если кому-то чего-то недостает, вы говорите заранее. У меня недавно была встреча с Абкововскими, и мне удалось договориться. Позойдись. Да. Иван Егорович, Павел Сергеевич подал заявление на вступление в партию. Я думаю, это не займет много времени. Почему вы так думаете? Мы тут все друг друга знаем. Это коммунистическая партия. И вступление в ее ряды должно проходить не абы как. А кто говорит, что это должно пройти формой? Отдыхайте, Юлия Дмитриевна. Петр Савельевич. А что это за сыпь? От мухи, товарищ врач. Пока мы здесь лежим, они нас уже всех искусали. Вам нужно сделать ан... Фаина Васильевна, здесь нужен анализ крови. Доктор, делали уже. Это правда мухи. Так. А кашель был? Доктор. Есть. Да. У нас все хорошо? Я вас не подвел? Да, все хорошо. Вы все достаточно грамотно сделали. Вы не волнуйтесь. Спасибо. Просто товарищ Данилов, он сомневается. Я... Так. Нужно... В изолятор. И при первой возможности рентген. Николай Викенович, рентген у нас уже есть. Нужно срочно снимок и, пожалуйста, поторопитесь. Николай Викенович, вы не волнуйтесь, там ничего нет. Так. Хорошо. Так, дальше. Лутохи. Карту, карту. Карту. Так. Лутохи. Спокойно. Это я, Лутохи. Это я. Лутохин Иван Нарванович. Так, на что вы жалуетесь? Нет. Мне же жарко. Жарко. Лутохин, успокойтесь. Не жатьте. Ну, не... Припадки были? Нет. Нет. У него легкая контузия. Так, сейчас, ну-ка, закройте глаза. Закройте глаза. Так. Мне нужна ванна. Лутохин. Подождите, у нас, у нас нет ванны. Душ, пожалуйста. Душ. Слушайте, на кой черт мне остался ваш душ? Я хочу нормально сесть в ванну и сидеть там. Лутохин, ведите себя прилично. Мы вас с поезда снимем. Вы понимаете, я вас предупреждаю. Подождите, подождите, ничего страшного. Голубчик, послушайте меня. Мы все терпим, а вы тоже потерпите. Давайте, мы с вами договоримся так. Мы сейчас вам организуем прохладный душ. Товарищ Лутохин, товарищ Лутохин, просыпаемся. Там, Лутохин умер. Николай Викенович, там Лутохин умер. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, Николай Викенович. Думаю, инсульт. А говорили, ничего страшного. Иван Егорович, это медицина. При контузии такое бывает. У него зрачки плохо реагировали на свет. Это я виноват. Николай Викенович, невозможно предусмотреть все. Доктор Супругов тоже не заметил симптомов. Да при чем здесь Супругов? Это я виноват. У него, вероятно, есть жена и дети. Теперь они остались сиротами. из-за того, что старый, никуда не годный врач не обратил внимания на реакцию зрачков. Из-за меня погиб солдат Лутохин Иван Миронович. Доктор, вы не лечили Лутохина? Помните, вы как-то сказали, что на войне есть люди очень нужные и совсем ненужные. Вот мне кажется, я становлюсь ненужным и бесполезным, даже вредным элементам. Вы мне нужны. Вы мне нужны. Вы всем нужны. Знаете, меня каждый день спрашивали, как ваше самочувствие. Когда вы вернетесь? Я знаю людей. Я знаю, как заставить их бояться, как заставить их слушаться. Но заставить их любить невозможно. Вы меня понимаете? Я не знаю. Мухи-мухи, ваше сахарение. Продолжение следует... 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 Я с огромнейшим удовольствием читаю ваши статьи, как и многие сидящие в этом зале. Вашим опытом пользуются многие. И я думаю, что не ошибусь, если назову ваш поезд один из лучших в нашей стране. Вы даже не представляете себе, товарищи, как я взволнован, как я благодарен за этот прием Поэтому по возможности постараюсь быть кратким Как известно, товарищи, главной задачей деятельности санитарного поезда является обеспечение своевременной медицинской помощи раненым Кажется, что все остальное, быт, удобство, это все мелочи Но исходя из нашего опыта, товарищи, это совсем не мелочи Ведь если раненый чувствует себя хорошо, если его маленькие желания удовлетворяются Если он чувствует заботу окружающего его персонала поезда Это поднимает его боевой дух, товарищи Вот, скажем, такая маленькая вещь, как шкафчики для хранения мелочей Или же, скажем, такая вещь, как питьевая вода Вот около станции наши люди подобрали цистерну, пробитую снарядами в четырех местах Мы ее починили, чтобы всадить цистерну в багажник нашей техники Вынули двери, косяки, потом вставили их обратно Таким образом мы получили две тысячи тонн резервных литров питьевой воды, товарищи Машинит Кравцов, наш, так сказать, местный Кулибин Выказал мысль соединить цистерну резиновым шлангом с пищевыми котлами Вагона кухни, который располагается рядом с багажником, товарищи Павел Сергеевич, скажите, а нам надолго хватает? На четыре дня, товарищи С учетом экономии на всю неделю Спустите, а как ваши свиньи? Плохо, товарищи Плохо Мы их съели Ну, теперь зато мы растим других А наши курочки на каждой остановке теперь выходят погулять Разумеется, в сопровождении петуха Надо сказать, эта прогулка идет им на пользу Потому что яичница у наших раненых теперь в рационе регулярно И раненым хорошо И петух счастлив, товарищи Я сейчас выйду и скажу все, что я о нем думал Не вздумайте, Николай Викторович Это я выйду и скажу Ну, если серьезно Если серьезно, товарищи То я Я крайне Восхищен вашим вниманием к нашему поиску И пускай наш скромный опыт Будет полезен всем нам Потому что мы, товарищи, делаем Общее дело Мы Приближаем Нашу победу, товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ А я всегда говорил, товарищи, если человек хочет, он делает. Вот у нас, например, на кухне тоже остается много пищевых отходов. Спасибо. Но о разведении скота как-то не догадаются. Спасибо. Павел Сергеевич, блестящий, блестящее выступление. Ну что вы, я только записываю, что есть на самом деле. Не скромничайте, Павел Сергеевич, мне нужен альбом ваших усовершенствований. Я через три недели в Москву расскажу о вас в главном санитарном управлении, наглядно, так сказать. Сделаем, обязательно сделаем. Вот, кстати, наш начальник, доктор Белов. Спасибо. Слушаем, вас скоро переводят. Как переводят? Куда? Ну как куда? В стационарный госпиталь поближе к Ленинграду. А Павел Сергеевич, на ваше место. Подождите, я не хочу, я не хочу. Война, дорогой, мы не спрашиваем, нас спрашиваем. Вот вы где, товарищи, там же уже обыскались, там начальство зует. Пойдемте скорее. Подождите, Иван Горьевич, вы знали, что меня переводят и назначают супругом? На чек-то, видимо. А что, коммунизм уже наступил? Видимо, в отдельно взятых местах. Товарищи, я надеюсь, что наши встречи будут проходить теперь регулярно, потому что опыт, полученный от общения с коллегами, я думаю, что со мной все согласятся, бесценен. Я предлагаю, товарищи, сейчас выпить за нашу скорую победу, за дорогого и горячо любимого товарища Сталина, за его военный гений. Ура, товарищи! Ура! Товарищ Милок, вы здесь? Да вот же он, я его приведу. Товарищи, разрешите в начале нашего собрания зачитать список награжденных. Орденом Трудового Красного Знамени награждается товарищ Иванцов, военврач третьего рамка. Иван, пояс номер 203. Товарищ Симухина, ладжевая францариста. Товарищ Громко. Пояс номер 45. Товарищ Гилов, начальник поезда, военврач первого рамка. Поздравляем. Спасибо. Ну, конечно, товарищ Супругов, военврач третьего рамка. Поздравляем. И весь коллектив Санитарного поезда номер 344 награждается орденом Трудового Красного Знамени. Ура! А вы все колукой-то, давай. А я так, за компанию зашел. Поздравляем. Я не понимаю этого презрительного отношения к интеллигенции. Знаете, чего не хватает нашему народу? Нормальной интеллигентности, вот нелюбезность и хамство, это... Это наш бич. Ну вот, вот куда не придешь, первый, кто тебя встречает, мрачный вахтер. А вот скажите нам милость, почему он такой мрачный? А потому что его начальник еще более мрачный человек. И вот все, от кухарки до партийного начальника, все смотрят на тебя с подозрением. Ну а почему так, а? Почему? А потому что в нашей стране улыбку нужно заслужить. Я не понимаю, на что вы намекаете. Не-не-не, я ни на что не намекаю. Я просто предлагаю подумать. Нет, вы намекаете. Намекаете. Я давно вас раскусил. Вы скрытый противник советской власти. Но сознаетесь. Или опять нормальная интеллигентность мешает? Хм. хорошо, Иван Егорыч. Я буду с вами откровен, вы хотите? Давайте. Ваша власть, наша власть, она развращает людей. Она нарочно выдвигает ничтожество и серость, поощряя тех, кто не обладает никакими талантами. Вот человек с тремя классами образования приходит во власть и начинает употреблять свою власть садистским сладострасти. Ну, естественно, люди становятся подозрительными. Страх, насилие, доносы, вот она, ваша власть. А я знал людей. Они были большевики, коммунисты, но ради других они положили свою жизнь. Знаете, я вот сейчас смотрю на звезды и думаю, неужели это все случайный набор химических элементов? И мы с вами случайная ветвь эволюции. Нет. Человек это величайшее чудо, это тайна. Все в порядке? Да, все хорошо, товарищ комиссар. Ну-ка, дай-ка. Все, все чисто, союждивыми, господи. и дух прав, об этом его трубе моей. Дух прав, дух правды? А где она, эта правда? В Боге? А где он был, когда начиналась война? С небес на страдание миллионов людей любовался? Нет, Клава. это правда. где правда. Вот здесь правда. Хотя, кто его знает? Читай, читай. вам надо делать упражнение на расслабление мышц шеи. Давайте, первое упражнение. Через вдох. Давайте, я не слышу, что вы дышите. и раз, два, три, четыре. Получается? Занимайтесь, занимайтесь. Молодец. и давайте, еще разок. Раз, два. Двое наших товарищей, военврач второго ранга, товарищ Супругов, и военврач первого ранга, товарищ Белов, а также весь коллектив нашего поезда награждены орденами Трудового Красного Знамени. Поздравляю, товарищи. Спасибо. Надеюсь. Спасибо. Вы понимаете, что такая высокая партийная награда накладывает огромные обязательства и огромную ответственность на весь наш теперь уже орденоносный коллектив. Я скажу. А мне... Мне стыдно. Мне стыдно из-за того, что мои какие-то там заслуги были отмечены наградой, в то время как есть человек, который более всех нас заслуживает ее. А я как последний трус. Николай Викторович, давайте не будем. Нет. Подождите, я скажу. Товарищ супругов, простите меня. Допущена величайшая несправедливость в отношении нашего товарища Данилова. Я не понимаю, почему вы не отметили его заслуги в своем докладе. Участие товарища Данилова как руководителя подразумевалось. Если мы будем специально подчеркивать заслуги отдельных лиц, значит, недооценивать работу всего нашего коллектива. Вот это несправедливо, товарищ Пелов. Вот это несправедливо. Если б не мои статьи, то нас с вами вообще бы не заметили. Несправедливо. Чужие награды, это всегда несправедливо, я понимаю. Хватит. Дело надо делать, а не считать заслуги. Нет. А я тоже считаю, что товарищ супругов в своих статьях пишет только о себе. Вы... Товарищи, друзья, как вам не стыдно? Павел Сергеевич сделал для всех нас огромное дело. У нас теперь нет вообще проблем с обеспечением. вы забыли, как раньше нам приходилось выбивать все самое необходимое. Как же можно быть такими неблагодарными? А вы? Вам, вероятно, обидно за ваш перевод. перевод? Какой перевод? Нас всех переводят? Переводят? Юль Дмитриевна, вы меня совсем неправильно поняли. Тихо, тише! Вероятнее всего, Николая Викентьевича переведут в стационарный госпиталь. А на его место собираются назначить товарища супругова. А нас спросили? Товарищ Огородникова, с каких это пор начальство спрашивает вашего мнения? Да потому что ваше начальство ничего не знает о том, что у нас творится в поезде. Так а ну-ка, сядь! Не сяду! Потому что ваш пол Сергеевич ворует! Сгущенку! Ой-ой-ой! Это интересно! Иван Егорович! Васька! Нехороший человек! Фима! Васька, сердце сказала! Да что вы ей, да что вы ее слушаете? Да что вы ее слушаете, товарищ? Она ж с ума сошла! Васька! Немедленно сказала! Он не должен быть начальником! Это нехороший человек! Не замолчи! Не замолчу! Так а ну-ка, хватит! Васька! Васька! Юля! А ну-ка, разошлись! Я всегда говорю, что детям не место среди взрослых. Всегда! Кто бросил инструменты? Вы что, вы не знаете, что нельзя хранить инструменты рядом с формалином? Я знаю. Я этого не делала. Нет, я сама виновата. Нельзя заниматься благотворительностью. Может, стоит разобраться? Помолчите. Разбираться тут не в чем. не виновата. Юлия Дмитриевна, вы что, ослепли? Ну, какой исполнил Сергеевич иначе поезда? Никудышный человек, ничтожный врач. И вам это прекрасно известно. Пишет статьи, да, присваивая заслуги Данилову. Да вы все ему просто завидуете. Все. Пал Сергеевич, как врач, вырос за эти два года. Вырос. С вашей же помощью. Фаина Васильевна, вы хотите поссориться? Это просто мое мнение. Если вам не интересно, я, конечно, помолчу. Удивительно. Удивительно, как в этом поезде все любят совать нос в чужие дела. Удивительно. как некоторые не хотят видеть правды. А знаете что? Может быть, поживем отдельно? Да. Конечно. Юлия Дмитриевна! Смотрите. Все расчесал. Как себя чувствуете? Это во сне. Вот мы тебя свяжем на ночь. Будешь связанным спать. Вы что, не понимаете? Вы что, маленький? Извините, пожалуйста. Больше такое не повторится. А вам тут нельзя. А вам тут нельзя. Ты узнала про нас. Я вопрос задал. Я в обиде, Павел Сергеевич. Вы мной попользовались и бросили. А я, между прочим, тоже человек. В жизни так случается. А ты возьми и прости меня. Пожалуйста. Конечно. Юлия Дмитриевна из вас человека сделает. Она вам будет уколы ставить и Карла Маркса на ночь читать. Ну, помолчи. Я уже давно молчу. А сказать очень хочется. Конечно. Попробуй. Ты же сама под раздачу попадешь. А недочет я закрыла. Да? Тебя там Данилов ищет. Зачем? Сама знаешь зачем. Иди, скажи ему. Я ничего не знаю. Да ладно, врать-то. Сами вы все врете. Эй. Боишься, что ли? Я ничего не боюсь. Я здесь жила. В нашей деревне. Ты что делаешь? Васька! Дядя Саша! Дядя Саша! Тормозить надо! Васька спрыгнула! Какой тормозить? Полным ходом идёт! Васька с поезда сиганула! Тормозить надо! Тормозу! Тормозить надо! Юлия Викторовна! Что случилось? Почему он стал? Я за ней! Я бы не принесла! Мой бегу! Ты куда? А? Агородникова! Стой! Лена, подожди! Поломались мы! Пусти на запасной! Давай на третий путь пока! Но только на три часа! Больше никак! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты понимаешь, ты с меня голову с него за это остановка? Кто? Да ты ее потолстого нафиг! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Ты чего ревешь? Васька! Васька не виновата! Она вам правда тогда сказала? Что? Про Зупругова! Васька! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девочка, к вам? Девочка, не прибегала такая? Светленькая такая, с косичками. Васька. Василиса? Да. Там, там. Надо пить. Нужно. Товарищи, всем терпеть. Спите. Сон – лучшее лекарство. Так. А ну-ка, иди сюда. Это что такое, а? Здесь раненые. Ты понимаешь, что из-за тебя задержали поезд? Зачем вы кричите на ребенка? Помолчите. Юль Дмитриевна, здесь две раненые женщины. Одна беременна, и у нее нет ноги. Вы понимаете, что им нужна госпитализация? Что? Ой, я ее сейчас задушу. Иван Игоревич, почему вы верите этой женщине? Это правда. Где доказательства? Вы верите полуграмотной кухарке? Не такая уж она, неграмотная. Вас видела Василиса. Показание ребенка – это смешно. А знаете, я вас понимаю. Вам просто обидно. Да, я писал. Кто вам мешал это делать? Да, вы у нас регулярно пишите. И в сануправлении по поводу проверки. Вы и писали. Иван Игоревич, мы раненых привезли. Двух женщин. Хорошо, идите. Василиса Петровна, подойди. Иван Игоревич, давайте без эмоций. Возможно, я виноват. Но, возможно, все совсем не так. Давайте договариваться. по-хорошему. Давайте. Если придет приказ из управления о вашем назначении на пост начальника поезда, вы откажетесь. Как я это могу сделать? По состоянию здоровья. У вас ведь давление, протрузия, что там еще. Иначе мне придется написать все, как было. все, как было. Ладно. Хорошо. 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 Я пойду. сядь. Ты понимаешь, что из-за тебя остановили военный поезд? у нас самые вкусные яблочки. У нас самые вкусные яблочки. Пусть спят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пусть спят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пусть спят. Кто там? Данила. Я опоздал. Вы не представляете, что вы значите для меня. Юлия Дмитриевна, я хочу, чтобы вы знали. Только вы. Все, что при меня говорят, это ложь. Да. Я не знаю, зачем они это делают. Это не правда. Павел Сергеевич, я к вам прекрасно отношусь. Но мне иногда становится страшно. Я вас себе придумала. Нет, нет, нет. Это не так. Вы не правы, нет. Ой, извините. Там в шестом раненый рожает. Что? Извините. Мы справимся. Да. Да. Мы справимся. Моя помощь нужна. Да не мешайся без доктора уйти. Я могу быть здесь. Опражняемся, никого не стесняйтесь. Ольга Михайловна, дайте пеленку. Тетя Михайловна, дайте пеленку. Я могу помочь. Я могу помочь. Вы ничем не помочь, уйдите. КРИК Тушься, дорогая, тушься. Еще, еще. Тушься, тушься, дорогая, тушься. Тушься, на день, тушься. Давай, давай! Тушься. Не нужно, не помечай, ты не хочешь. Article 1 Вы чего? Ничего. Зато она теперь не одна. Это правильно. Это очень важно. Вы на меня не сердитесь. Просто я люблю его. Таким, какой он есть. Понимаешь? Я понимаю. Я все понимаю. Я за эту войну такая умная сделалась. Аж прям жуть. Вы не верите в человека. Его разумное начало. Все события, которые я наблюдаю, приводят меня к печальному выводу, что в человеке очень сильна тяга к истреблению себе подобных. Да. Это прогресс. У немцев неплохой прогресс в плане науки и механики. Мы и немцы. Мы, конечно, лучше. Мы живем в самой хорошей стране. У нас нет предательства. Нет измен. Конслагерей нет. Никто никому не завидует. А я верю в коммунизм. Товарищи! Вы только представьте, ведь он только что, буквально вот сейчас пришел в этот мир. Давайте выпьем за здоровье новорожденного. Товарищ Данил, решите еще чуть-чуть нарушить сухой закон? Да вы его уже нарушили. Ну, это не важно, что я пьяный. Вы только задумайтесь. Ему тут будет лучше, чем нам. И мать. Сильная женщина. Держится. Да. Муж погиб. Как же она одна ребенка вырастет. Ну и хорошо. Отдыхайте. Товарищи! Ведь это же чудо. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Можно? Можно. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 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 Потом молочным тресном заведовал, а теперь вот. А вы кто по профессии? Вот, поработала в советском аппарате. Тяжело ему будет с ребенком? Тяжело. Да, конечно. Родственники-то есть? Есть. Помогут? Если пойти поклониться, помогут. У вас есть дети? Есть. Сын. Хорошо. Это хорошо. Вот что я прошу вас, товарищ Замболит. Позовите ко мне дестру. Да, конечно. Ах, Люба. Захурили бы сейчас папироску, а? Здравствуйте, товарищи. Меня прислал кум-ком. Меня зовут Фаина. Товарищи, 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 товарищи. Товарищи, товарищи. уст ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пьёре, пани, рубли! Пьёре, рубли, пани! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА